Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне попросили во время лекции сидеть, потому что меня снимают, а шевелиться нельзя. Так что прошу прощения, я буду сидя сегодня рассказывать. В принципе, я традиционно в январе уже несколько лет читаю лекции о новых открытиях за минувший год в эволюционной биологии. Я в этом году тоже подготовил презентацию, но у нас с вами заявлена тема «Новое открытие в эволюции человека». Презентация у меня все равно большая, часа на четыре, поэтому я пропускаю сейчас все, что не связано с человеком, и мы будем говорить только о новых открытиях в изучении именно антропогенеза в эволюции человека. Все остальное интересное, что произошло в эволюционной биологии в минувшем году, ну, не все, конечно, а то, о чем я собирался рассказать, я буду рассказывать в Москве в среду, в Архе, и, ну, видео они обычно выкладывают в интернет довольно быстро, так что вы можете посмотреть это там. Итак, обзор некоторых важных, на мой взгляд, интересных исследований по эволюции человека, которые были опубликованы в 2019 году. Ну, надо сказать, ну, сначала пару общих слов, наверное, надо сказать о том, что в изучении эволюции человека последние, наверное, лет 20-25 идет просто вал, непрекращающийся вал новых интересных открытий, что связано во многом с постоянным появлением каких-то новых методов, новых исследовательских подходов. Ну, прежде всего, это вот это фантастическое развитие такой невероятной науки, как палеогенетика, ну, и целый ряд других достижений, именно вот в методологической части, что позволяет ученым узнавать все время какие-то новые подробности и факты о нашем прошлом, о том, как, в общем, как обезьяна стала человеком. И вот 2019 год продолжил, как бы, эту тенденцию, и снова было много очень интересных открытий. Ну, вот, начнем с такой работы, которая посвящена ранним представителям нашего рода, рода Хома. Значит, ну, древнейшие представители рода Хома бесспорно начинаются где-то там примерно 2,3-2,4 миллиона лет назад в Африке. Но сейчас появились находки, которые, возможно, указывают на еще более раннее появление первых представителей. Ну, таких гоминид, которых уже можно относить к роду Хома, а не к астралопитекам, соответственно. Вот. И, в общем, давно стало понятно, что в какой-то момент, на каком-то этапе своей эволюции, наши предки перешли от жизни более-менее в лесу и питания более-менее лесной пищей к жизни в саванне и питания более-менее, значит, ресурсами саванны. В том числе мясом. Доля мяса в рационе увеличивалась. Вот такой сдвиг в питание, соответственно, в экологии, в каких-то стратегиях добывания пищи. Он произошел. Но вот в какой именно момент он произошел, на этот счет полной ясности нет. И вот в 2019 году появилась важная работа, в которой авторы нашли, так сказать, новые подходы к поиску ответа на этот вопрос, когда, собственно, наши предки стали полагаться, в основном, на ресурсы саванны. Значит, это тоже основано на таких современных методах анализа. Значит, оказывается, можно, ну, собственно, это давно уже было показано, что можно по изотопному составу углерода зубной эмали судить о питании, а именно о том, значит, получает ли, получало ли животное в основном углерод из экосистем лесных или саванны. Дело в том, что растения лесные и растения, которые растут в саванне, для них характерны разные способы фотосинтеза. Ну, во второй половине кайнозойской эры на Земле началось очередное похолодание, Земля вступила в новую криевую эру, в атмосфере уровень СО2 очень сильно упал, и начались оледенения. Сначала Антарктида погибла, покрывшись километровым слоем льда. Два с половиной миллиона лет назад начались периодически оледенения в северном полушарии, стало, в общем, совсем холодно. И, победим, во многом связи с этим, с тем, что, да, когда начались оледенения в северном полушарии, то, соответственно, в низких широтах, в Африке в том числе, стало более сухо, меньше дождей, и стали сокращаться леса, расширяться саванны. Но это вызвало целый ряд изменений, соответственно, экосистем, трофических цепей и так далее. Вот. А растения, со своей стороны, приспосабливаясь к этим новым условиям, к тому, что стало сушей, стало совсем мало СО2 в атмосфере, они стали, ну, во многих группах растений произошел переход на новый тип фотосинтеза, который называется С4-фотосинтез, а старый исходный тип фотосинтеза это С3-фотосинтез, так называемый. В общем, этот С4-фотосинтез это, грубо говоря, адаптация многих растений, во второй половине конозоя, в основном травянистых растений, в ситуации, когда очень мало СО2 в воздухе, и нужно его как-то более интенсивно оттуда вытягивать, при этом, по возможности, не теряя слишком много влаги. Вот. И очень удобно то, что эти два способа фотосинтеза, С3 и С4, они оставляют разную, так сказать, изотопную подпись. Значит, при С3-фотосинтезе, в органическом веществе получается сильно пониженная доля тяжелого изотопа 13С, соответственно, больше обычного легкого изотопа 12С, а при С4-фотосинтезе в органическом веществе получается большую долю 13С. И, соответственно, в Саванне больше растений С4, в лицу больше растений С3, и, соответственно, можно посмотреть изотопный состав в зубной эмали животных и понять, откуда они получали пищу. Это давно применяется такой метод, но до сих пор это обычно были какие-то единичные образцы или несколько, десятки образцов. А вот в этом исследовании огромная была выборка, порядка тысячи образцов, и палил почв, и зубной эмали, и самых разных животных, в том числе гоминид африканских, от австралопитеков, всяких разных, до хомо, ранние хомо, более поздние хомо, там уже эректус, эрогастры и парантропы, разные представители гоминид, которые жили в Африке где-то от 3 до 1 миллиона лет назад. И посмотрели, как у них у всех менялось соотношение изотопов углерода. И, в общем, идея там такая, что получилось, что радикальный сдвиг от лесных растений к ресурсам саванны у рода хомо произошел не тогда, когда появились хомо-хабелисы, которые начали использовать каменные орудия систематически для разделки туши. И, в общем, уже известно, что начали потреблять какое-то мясо, добываемое в саванне. Но, тем не менее, по-видимому, они потребляли этого мяса не так уж много, потому что радикальный сдвиг изотопного состава зубной эмали происходит позже, как выяснилось, где-то 1,65 миллиона лет назад, то есть уже когда появляются более продвинутые люди хомоэректусы, ранние эректусы или хомоэргастры, как их иногда выделяют в особый вид. Именно они изобрели более продвинутую технологию изготовления каменных орудий. Ашельская культура – это уже каменное орудие, которому придается особая форма, симметричная, такие обувидоострые ручные рубила, которые, как считают археологи, очень хорошо подходят как раз для разделки туш крупных животных. И именно в это время, около 1,6-1,7 миллиона лет назад, судя по изотопному составу зубной эмали, стал преобладать питание наших предков, преобладать стали ресурсы саванны, значит, скорее всего, это было мясо крупных животных, которое они как-то научились в достаточных количествах добывать. А что касается парантропов, то это была другая группа гоминид, которая адаптировалась к жизни в саванне. Но парантропы, по-видимому, сделали ставку на растительную пищу, у них развелись мощные очень челюсти и зубы. Предположительно, для того, чтобы разжевывать жесткие всякие корни и стебли, они специализированные были обитатели саванны, и у них, судя по изотопному составу, это с самого начала уже так было. А хомы сначала больше тяготели к лесным экосистемам в плане добычи пропитания, и только позже, где-то 1,7 миллиона лет назад, они сместились в сторону ресурсов саванны и приблизились по изотопному соотношению углерода в зубной эмали, приблизились к парантропам. Ну, как-то так. То есть, вот такое масштабное исследование на основном новых методиках помогает понять, когда произошел важный экологический сдвиг в эволюции наших предков. Еще одно интересное исследование, связанное с эволюцией наших далеких предков, ранних гоминид, опубликовано было только что, даже в 19-м, а уже в 20-м году. Но в этом исследовании палеонтологи попытались разобраться в причинах вымирания крупных африканских хищников. Значит, история здесь такая. Палеонтологи накопили уже достаточно данных, чтобы уверенно утверждать, что в позднечетвертичное время, то есть последние 120-130 тысяч лет деятельность людей уже оказывала сильное влияние на вымирание крупных животных, в том числе хищников. Ну, особенно ярко это проявилось в Австралии и в Северной и Южной Америке, где массовое вымирание мегафауны, крупных млекопитающих, достаточно точно совпадает с появлением там людей современного типа. В Австралии это начиная от 40 тысяч лет назад, в обеих Америках это примерно там 10-11 тысяч лет назад. Приходят люди и примерно тогда же быстро вымирают один за другим виды крупных животных, в том числе крупных хищников. Ну, в Азии тоже было массовое вымирание, несколько менее четко сконцентрированное во времени, но тоже оно с большой, с достаточно уверенностью связывается с деятельностью первогодних охотников, вот это вымирание мамонтовой фауны. Конечно, климатические изменения тоже там некий вклад внесли, но надо учитывать, что межледниковие, которое наступило 10 тысяч лет назад, было далеко не первое потепление, когда ледники, та вылечная мерзлота, вот все вот это вот. Прежнее межледниковие не приводили к массовому вымиранию мамонтовой фауны, а последнее межледниковие, значит, привело. Конечно, здесь не обошлось без первобытных охотников. Вот. Ну, что касается африканского континента, то там ясности не было, потому что, ну, вроде как, вот в позднее четвертичное время каких-то массовых вымираний крупных животных там не наблюдалось, и там даже, в общем-то, лучше всего сохранилась эта мегафауна по сравнению с другими материками. Но вот палеонтологи-специалисты по ископаемым хищным рекопитающим африканским, они, в принципе, уже поняли, что разнообразие крупных животных, в том числе крупных хищников, в Африке очень сильно сократилось в наши дни по сравнению с тем, что было в плейстоцене. В плейстоцене, вот до, причем так больше, в раннем плейстоцене, разнообразие крупных хищников в Африке было гораздо выше, чем сейчас. К числу исчезнувших крупных хищников африканских относятся несколько видов крупных саблезубых кошек, причем это было несколько родов, значит, там вот род Динофелис, там три вида как минимум разных обиталов Африки, гомотерии, тоже другой род саблезубых крупных кошек, гиен было гораздо больше видов, чем сегодня, в том числе были гигантские гиены, еще были целые полностью исчезнувшие группы крупных хищников в Африке, такие, как удивительно гигантские выдры, которых было тоже там вида три, как минимум. Представьте себе, выдру весом 200 килограмм. Палеонтологи там теряются в догадках по поводу того, чем питались такие, в общем-то, водные, по-видимому, по морфологии, гигантские твари. Ну, у палеонтологов фантазия богата, есть даже предположение, что они питались молодыми крокодилами. Но это вот тоже вымершая группа. Были еще гигантские куницы, гигантские цветы, и в целом было гораздо больше видов крупных хищников. И если сейчас каждый из сохранившихся в Африке крупных хищников занимает какую-то свою определенную четкую нишу, экологическую, достаточно четко отличающуюся от ниш других крупных хищников, выживших, то в начале предстоценной ситуация была другая, более характерная для такого, более процветающего, что ли, сообщества, вот этой гильдии крупных хищников, когда в каждой нише сидело по несколько видов близких, похожих друг на друга, на нет, как-то уживались. То есть, по-видимому, все-таки вымирание крупных хищников в Африке имело место, и эта работа была нацелена на то, чтобы понять, какие факторы вызвали сокращение разнообразия крупных африканских хищников. Там люди собрали очень подробные, в общем, все имеющиеся палеонтологические находки, создали базу данных, все перепроверили, там в состав авторского коллектива входят ведущие специалисты, как раз поископаемой, вот по плеоценовой, плеоценовой фауне хищников африканских. Они все это перепроверили, собрали, значит, проанализировали с помощью очень мощных новых статистических методов с учетом неполноты летописи, неполноты выборки, всего вот этого. Исследование ограничено только очень небольшим районом Африки, как раз где был центр эволюции гоминид, один из важнейших, это такая территория, охватывающая часть нынешних Эфиопий, Кении и Танзании, откуда происходит большая часть находок африканских гоминид ископаемых. Там очень подробная летопись хищников, в том числе крупных, мелких, всех. Ну и, конечно, растительно-ядных тоже. Очень в плеотологическом отношении хорошо изученный район. Есть палеоплиматические реконструкции по этому району, значит, как нынялась температура, как менялась влажность, количество осадков, как менялась площадь лесов и как менялись гоминиды, которые там жили. Значит, сравнивалась проводоподобность моделей, объясняющих динамику вымирания хищников разными факторами. Температурой, количеством осадков, площадь лесов или эволюцией гоминид. И оказалось, что климатом никак совершенно не получается объяснить динамику разнообразия крупных хищников. Ну нет никакой связи вообще там не видно. Климат как-то колебался туда-сюда, но скорость вымирания хищников так уверенно росла в течение последних 4 миллионов лет. Это все последние 4 миллиона лет анализировались. Вот оказалось, что проводоподобными являются со статистической, с математической точки зрения проводоподобными являются только две модели, которые объясняют вымирание крупных хищников либо сокращением лесов, либо прогрессивной эволюцией гоминид, которая отражалась в увеличении объема мозга. Ну, собственно, давно предполагалось, что уже ранние гоминиды могли способствовать вымиранию крупных хищников еще даже до того, как они научились охотиться на крупную дичь. Ну, когда они научились охотиться на крупную дичь, понятно, они стали просто конкурировать с крупными хищниками и подрывать их в кормовую базу. Но еще до изобретения полноценной охоты гоминидой, по-видимому, могли воровать добычу у задевавшихся каких-нибудь гомотериев тайком. Собственно, для этого, по-видимому, и нужны были первые каменные орудия, потому что это для разделки туш. Вот вы в саванне видите, что там какой-нибудь саблезубый тигр завалил, ну, какую-нибудь крупную антилоку, допустим, и вот он отвернулся, отошел, вы быстро подбежали группой с каменными орудиями, быстро оттяпали там ногу или какие-то куски мяса и бегом, значит, прятаться. Быстро и эффективно разделка туш была, наверное, очень важна для них, поэтому каменные орудия, собственно, были так важны. Потом они могли, гоминиды, ну, гипотетически, конечно, никаких прямых свидетельств этого нет, но можно предположить, что они могли научиться отгонять хищников от добычи, то есть это уже такой агрессивный, конфронтационный клептопаразитизм, как это называют, то есть вот воровство добычи. Некоторые африканские народы и сегодня это практикуют, то есть отгоняют льва или даже группу львов, целый прайд, могут отогнать от добычи и украсть у них это мясо. Ну, а что, очень удобно, вроде как и не браконьерство, и мясо тормовое. Вот, и таким образом можно допустить, что уже ранние гоминиды способствовали тому, что способствовали увеличению темпов вымирания или вероятности вымирания видов крупных хищников. И вот статистический анализ соответствующих данных показал, что это возможно. Но, правда, там еще есть фактор сокращения лесов, который тоже не хуже объяснен, ну, чуть-чуть хуже, но тоже может объяснить рост темпов вымирания крупных хищников. Но на данных только по этому маленькому району разделить эти два варианта не удалось, потому что рост мозга гоминид, ну, который как бы вот маркирует все более и более сложное и эффективное поведение, в том числе охотничье, там, пищедобывательное поведение гоминид. И сокращение лесов, эти два процесса шли параллельно, в общем, непонятно, какой из них был важнее в этом плане. Тогда авторы привлекли еще данные по разным районам современной Африки, предполагая, что те факторы, которые в современной Африке влияют на долю крупных хищников, в общем, разнообразие хищников, наверное, и в прошлом тоже могли способствовать снижению этой доли крупных хищников и способствовать вымиранию крупных хищников. Построили корреляции по современной Африке, значит, как коррелирует та же температура, количество осадков и площадь лесов с долей крупных хищников, в общем разнообразии хищников. И попытались с помощью этих современных корреляций объяснить динамику разнообразия крупных хищников за последние 4 миллиона лет, и у них получилось, что не получается это, что не объясняет ни температура, ни осадки, ни площадь лесов, не могут объяснить рост скорости вымирания крупных хищников. И, наконец, еще они привлекли данные по Северной Америке. Дело в том, что сокращение лесов последние несколько миллионов лет происходило не только в Африке, это был очень более-менее глобальный процесс, который происходил много где, и в том числе в Северной Америке тоже. Так вот, палеонтологические данные, пусть не такие подробные, не так детально изученные, как вот по этому району Африки, но тем не менее они есть, их достаточно много, и они показывают, что в Северной Америке, в плеоцене, в плеистоцене сокращение лесов не сопровождалось повышенным вымиранием крупных хищников, не сопровождалось сокращением доли крупных хищников, а даже наоборот, в плеистоцене в Северной Америке доля крупных хищников немного выросла по сравнению с плеоценом, то есть, наоборот, их становилось больше. То есть, сокращение лесов не годится. В качестве объяснения остается именно деятельность гоминид. Вот таким образом были получены достаточно убедительные аргументы в пользу того, что гоминиды уже с очень давних времен, может быть, начиная с 3-4 миллионов лет назад, уже влияли на вымирание крупных хищников в Африке. Вот. Значит, следующая работа — это результаты многолетних трудов археологов, которые работали на Филиппинах, в пещере Кольяо, в остров Лусон. Значит, в результате этих усилий в прошлом году был описан новый вид людей. Вот наша родословная, так сказать, род Хома пополнился новым видом. Это островной карликовый вид, который назвали и Хома Лузонензис. Значит, в этой пещере Кольяо раскопки ведутся уже достаточно давно, и первую человеческую косточку там нашли довольно давно. Это была кость, ну, одна из костей стопы, возрастом в 67 тысяч лет, но пока эта косточка была одна, было непонятно, какому именно человеку, может быть, хомо сапиенсу принадлежала эта кость. Но раскопки там продолжались очень тщательно и систематически в течение многих лет, и вот, наконец, и там удалось найти еще косточки, зубы. Черепов, к сожалению, ни одного не найдено. В общем-то, костный материал достаточно бедный, но его набралось все-таки достаточно, чтобы исследователи сочли возможным описать на этом основании новый вид людей, там достаточно отличий от всех известных видов людей, и они интерпретировали эти находки так, что это был карликовый островной вид, который жил вот там на острове Лусон 50-67 тысяч лет назад. То есть вот у нас был описан в 2004 году хоббит с острова Флорес, карликовый вид, который, по-видимому, вот измельчал в условиях островной изоляции с очень маленьким мозгом. Это известная находка. А теперь мы имеем еще хоббитов с острова Лусон. И более того, еще на острове Сулавеси тоже найдены были каменные орудия возрастом примерно 200 тысяч лет, а значит, люди туда, какие-то архаичные люди задолго до появления на горизонте хомо сапиенсов добирались до этих островов. На этой карте показаны очертания берегов вот этого региона, Юго-Восточной Азии, вот здесь Индонезия и вот Австралия, Новогвинея. Как это выглядело во время оледенений, когда море отступало на 50 и на 120 метров. То есть уровень моря понижался на 50 и даже на 120 метров во время ледниковых максимумов. Значит, вот так понижается уровень моря. Сейчас-то у нас межледниковое и море повыше. И эта карта показывает, что в периоды оледенений острова Суматра, Ява, Варнео соединялись с материком и образовывали такой единомассив суши, который называют Сунда или Сунда-Ланд. Австралия со своей стороны объединялась с Новой Гвинеей в материк, который называется Сахул. А между ними оставались все равно острова, которые не соединялись ни с каким материком и на которые добраться можно было только пересекая достаточно широкие многокилометровые морские проливы, которые никогда не высыхали. И вот на трех таких островах, соответственно, Лусон, где там наверху написано Кальяо Кейв, Сулавеси и Флорес, как минимум на три эти острова архаичные люди сумели перебраться, форсировав как-то эти морские проливы. И, скорее всего, что это были за люди? Ну, на Флоресе люди появились порядка миллиона лет назад, на Лусоне люди появились тоже порядка там 800 тысяч миллион лет назад. Это видно по орудиям. Вот сами косточки человеческие, которые удалось найти, они более молодые, 50-67 тысяч лет, но каменные орудия есть более древние. Соответственно, на Сулавеси там 200 тысяч лет, но, возможно, там найдут в дальнейшем и более древние следы присутствия человека. В те времена здесь, в Сунде, жили хомоэректусы, собственно, иванские пятикантропы, которые были открыты еще два, достаточно архаичные товарищи. Но, тем не менее, как эти находки показывают, они вполне могли пересекать широкие морские проливы. Неизвестно, как они это делали. Вряд ли они строили какие-то лодки. Это уже чересчур для их уровня культурного развития. Но вот как-то на бревнах, на плотах каких-то, как минимум три раза перебирались. То есть это уже на случайный занос на какой-то ураган, который вырвал с корнем дерево, на котором сидела беременная самка и, значит, забросил на другой остров. Три раза так не могло случиться. Соответственно, это немножко меняет наше представление о эректусах Юго-Восточной Азии. И что еще тут можно сказать? Да, и вот что касается вообще новых открытий в изучении эволюции человека, сейчас в последние годы очень большую роль играет развитие, развитие, бурное развитие методов датирования древних костей, всяких древних отложений, пещерных в том числе. В принципе, значит, вот этот набор методов датировок, он уже довольно давно имеется, но каждый метод имеет свои недостатки, какие-то погрешности. И вот очень быстро они развиваются, и становятся все более точными, все более надежными. И вот буквально только что, уже в 2020 году, вышло две важные статьи, которые уточняют время присутствия пятикантропов в Юго-Восточной Азии, конкретно на Яве. Вот эти самые иванские пятикантропы там просто их нашли. Там хорошее местонахождение известное. И вот тоже изменились прежние представления. Раньше, если вы поищете в книжках, в литературе, в том числе, например, и в моей эволюции, человека в двухтомнике, там можно найти такие датировки в присутствии пятикантропов в Юго-Восточной Азии, что они появляются там 1,7, чуть ли не 1,8 миллион лет назад, то есть практически сразу после того, как самые древние находки, в принципе, гаменид за пределами Африки, это люди из Дмониси в Грузии, 1,7 примерно миллионов лет. Вот примерно чуть ли не так даже они на Яве появлялись, по-прежнему данным. Но вот сейчас оказалось, что все-таки нет, и древнейшие находки пятикантропов на Яве не старше, чем 1,3 миллиона лет. То есть все-таки полмиллиона лет у них дошло, чтобы добрести как-то вот с Кавказа до Явы. И до датировки последних эректусов на Яве раньше предлагались очень такие молодые, то есть просматривалось возможность, что последние пятикантропы там дожили до 50 тысяч лет назад, чуть ли не до прихода первых сапиенсов. Но нет, опять же, оказалось, что самые молодые находки чуть древнее, имеют возраст 117-8 тысяч лет. Это вот только что появились эти уточненные датировки, что, в общем-то, меняет картинку. Вот это, собственно, основные морфологические отличия нового вида, вот этого лусонского человека, лусонского хоббита, фома лузонензис, от других гоминид. Здесь слева это, значит, астралопитек, зубы, два премоляра, это сверху три маляра нафарского астралопитека, 3,4 миллиона лет назад, который жил. Внизу это фаланги, и проксимальные фаланги пальцев ног. Проксимальные, это, значит, вот эти вот, не концевые, а наоборот базальные. Значит, в середине хома лузонензис, вот этот лусонский хоббит, и справа архаичный хомо сапиенс. Из Израиля вот эти зубы там нашли тоже недавно, в 18-м году. И если это правда хомо сапиенс, как считают авторы открытия, то это древнейшая находка хомо сапиенс, за пределами Африки. Опять-таки, недавнее открытие. Тоже форма, но архаичнее еще. Сапиенс, конечно, были с такими крупными, порядочными зубами. У современных людей помельчие зубы все-таки. Но у хомо лузонензис зубы отличаются тем, что маляры очень-очень маленькие, и они почти не крупнее, чем премоляры. Вот такое маленькое различие по размеру между премолярами и малярами, это, так сказать, уникальная, отличительная черта именно у лусонских хоббитов. И фаланги пальцев ног. Вот у лусонского человека искривленные фаланги пальцев ног, как у австралопитека, но не как у современного человека, у которого фаланги пальцев ног прямые. Считается, что вот такая зуба, то есть это примитивный признак, который там свидетельствует, ну который является чуть ли не еще и напоминанием о тех временах, когда наши предки жили на деревьях и хватались ногами за ветки. Вот так что решили, что достаточно морфологических отличий для того, чтобы описать даже по вот таким разрозненным зубам и косточкам описать новый вид. К сожалению, вот я уже говорил, что черепа лусонских хоббитов не найдены, поэтому мы не знаем, к огромному сожалению, какой у них был череп, какой у них был мозг, потому что вот флорусские хоббиты, они прежде всего интересны тем, что у них мозг был очень маленький. То есть если они произошли от эректусов, от пяти кантропов, то приходится признать, что у них вторично произошло уменьшение мозга в связи с островной карликовостью. Как это было у лусонских людей, мы пока не знаем, тем более как было у людей с острова Соловесик, чей кости вообще пока не обнаружен. Еще одно очень важный прогресс был достигнут в изучении пещерных отложений Денисовой пещеры. Я думаю, что вы знаете, конечно, про это замечательное место. Это на Алтае у нас, не очень далеко от Новосибирска, Денисова пещера, которая в последние годы стала центром притяжения внимания антропологов всего мира, потому что там, в частности, помимо множества всего интересного, что там нашли, там нашли косточки и зубы, из которых удалось выделить ДНК и прочесть полный геном неизвестного ранее вида людей, который получил название Денисовского человека или Денисовца. И мы узнали, что вот помимо таких давно известных поздних видов рода хома, как сапиенсы и неандертальцы, был еще третий вид Денисовца. Кроме того, в той же Денисовой пещере найдены косточки, из которых тоже была извлечена ДНК, и она оказалась неандертальской. И там очень интересная археологическая летопись каменных орудий от начала среднего палеолита с еще достаточно примитивными орудиями до, включительно, до верхнего палеолита. И дальше там, ну, галацент, в самом верху, там уже с кострищами, вот все слои. То есть пещера, понятно, что была обитаема уже очень давно, люди там, ну, постоянно они там не жили, люди, по-видимому, никогда, но периодически заходили, стояли какое-то время, тусовались в этой пещере, что-то ели, спали и дальше шли. Но это происходило на протяжении очень долгого времени, только вот было непонятно, какого именно, потому что всегда были огромные проблемы в Денисовой пещере с датировками, со стратеграфией. Там очень сложная структура этих пещерных отложений, слои многократно перемешивались, какие-то там сурки какие-то копались, серые леноры перемешивались слои, да и люди, может, могли там что-то ковыряться. В общем, там порой встречаются совершенно как бы несовместимые артефакты, среднепалеолитические, перемешиваются с верхнепалеолитическими. Вроде как примитивные орудия среднего палеолита лежат в одном слое, скажем, с обалденными совершенно костяными иголками. Верхнепалеолитическая культура высокая такая, с украшениями. Вот. И, в принципе, академик Деревянко, новосибирский археолог, замечательный специалист, который руководит в течение ряда десятилетий раскопками, работая вообще в этой Денисовой пещере, он давно считал, что, наверное, может быть, верхний палеолит, судя по находкам в Денисовой пещере, вот эта великая культурная революция, верхнепалеолитическая, когда появились украшения, костяные орудия, новые методики обработки камня, скульптуры, там, вырезанные из мамонтова гибни, пещерная, наскальная живопись, вот этот вот весь культурный взрыв, верхнепалеолитическая революция, может быть, произошел вот там, на алтаре, раньше, даже, чем в Европе, где это все происходит примерно 40 тысяч лет назад. Но, опять же, были большие проблемы с датировками слоев, с датировками находок. Но сейчас, когда внимание всего мира привлечено к этой Денисовой пещере со страшной силой, туда набежала куча иностранных коллег, самыми современными методиками, методики развиваются, в общем, там международное научное сообщество приложило цитанические усилия и все-таки разобрались в стратеграфии Денисовой пещеры, а там три зала и в каждой свои проблемы, свои какие-то перепутанности слоев. В общем, удалось разобраться и процесс еще выяснилось, что, оказывается, настолько хорошо сохраняется древняя ДНК вот в этих микроусловиях Денисовой пещеры, что даже не только в костях она сохраняется, а костей там нашли очень мало, на самом деле, человеческих. Вот они здесь все показаны, все человеческие косточки, которые там нашли. Вот четыре косточки денисовцев, ну, костей зубов, значит, одна гибридная особь, неандертальцы, три штуки, еще три косточки человеческие, но пока неизвестно какого вида, мало костей. Но зато в них шикарно сохраняется древняя ДНК и вот методы палеогенетики сейчас позволяют их идентифицировать. Так вот, оказалось, что там даже в пещерном грунте просто можно обнаружить древнее ДНК. То есть, костей никаких нет. Берем пробу грунта, пытаемся выделить ДНК и она там есть. И методами палеогенетики можно доказать, что действительно древняя ДНК и принадлежала, например, неандертальцу или денисовскому человеку. Вот самого человека нет, ни косточки, ни зуба не осталось, и его ДНК в пещерном грунте вот в этих отложениях сохранилась. И таким образом можно понять, что вот когда формировался этот слой, в пещере присутствовали денисовцы или неандертальцы. И в итоге получилось следующее, что пещера была обитаема уже 300 тысяч лет назад. Кто там в самом начале жил, точно сказать нельзя, но надежные генетические свидетельства присутствия именно денисовского человека, то есть по ДНК, по генетике это уже точно денисовцы, значит, следы денисовцев там датируются от 200 до 50 тысяч лет назад. Включительно. Неандертальцы тоже там периодически появлялись, но диапазон временной их присутствия там поменьше от 190 до 100 тысяч лет назад. А вот следов полиолетических сапиенсов генетических там до сих пор не найдено. Хотя, конечно, не исключено, что в какой-то момент сапиенсы туда пришли и тоже там жили, но ДНК их пока не найдено. И там еще была важная, ну и была и остается такая интересная интригующая загадка насчет того, кто создал местный верхний палеолит. Ну, поскольку уже достаточно давно утверждалось археологами новосибирскими, что, например, костяные иголки, которые найдены в Денисовой пещере, это самые древние костяные иголки в мире, древнее самых старых европейских, и что вообще верхний палеолит там раньше всего. И в связи с открытием Денисовцев, в связи с этими новыми датировками, естественно, возникает вопрос, а не могло ли быть так, что верхняя палеолитическая культура в Денисовой пещере, что ее создали не сапиенсы, которые туда пришли, может быть, лет 45 тысяч назад, а может быть, Денисовцы сами дошли до такой высокой культуры, параллельно. Это было бы, конечно, очень интересно и увлекательно, но пока данные не подтверждают эту теорию, потому что костяные орудия, костяные орудия это верный, надежный признак, что это уже верхний палеолит, а не средний палеолит, значит, костяные орудия можно датировать радиоуглеродными методами, радиоуглеродными методами. И получилось, что все-таки самые старые костяные орудия, маркирующие начало верхнего палеолита в Денисовой пещере, они все-таки моложе, чем самые молодые следы присутствия Денисовцев. То есть сначала исчезают следы присутствия денисовцев, и только потом появляются костяные орудия. То есть с большой вероятностью все-таки это сапиенсы пришли и свою верхнепалеолитическую культуру там уже развили. У Денисовцев все-таки была еще средняя палеолитическая культура. Но опять же будем ждать новых открытий и это может все еще уточниться, измениться. Еще одно открытие достаточно фантастическое и впечатляющее тоже связано с Денисовским человеком пещера. В пещере Байши на тибетском Платоне высоте 3280 метров есть такая пещера, она является буддийским святилищем, а также популярным туристическим местом. Много туристов приезжает. И в этой пещере уже достаточно давно один буддийский монах нашел человеческую челюсть. В общем, даже монаху понятно, что это человеческая челюсть, точнее половинка нижней челюсти. Вот она светло-серым это реконструкция прозрекального отражения. Реконструкция второй половины вот такая челюсть. Монах отдал своему духовному наставнику эту челюсть живому Будде. И этот высокопоставленный буддийский монах подумал и передал челюсть в местный ближайший китайский университет археологам ученым, чтобы они разбирались. То есть решили, что это не прелигиозное все-таки по научной части. Китайские археологи стали изучать эту челюсть, но по морфологии она примитивная, архаичная, понятно, что человеческая, понятно, что с архаичными признаками, но вот точно сказать, чье это неандерталис, архаичный сапиенс, еще кто-то. По морфологии на сегодняшний день нельзя. Хотя бы потому, что морфология Денисовцев никому не известна. От Денисовцев вот что у нас есть. Пара зубов да пара обломочков. И геном. Но по геному, к сожалению, мы еще не можем устанавливать фенотипы, там, параметры нижней челюсти. Короче говоря, было неясно, чья это челюсть. ДНК пытались выделить, но ДНК, к сожалению, не выделяется из этой челюсти. Но не сохранилось. Все-таки это сильно южнее, чем Денисова пещера. И в этой тибетской пещере там сильно теплее, в принципе. И ДНК древней не сохраняется в теплом климате. Но пару лет назад европейские палеогенетики, так сказать, соратники с Ванта Паабо изобрели, можно сказать, новую науку палеопротеомику. Они научились идентифицировать древние кости по уже не по ДНК, а по сохранившимся фрагментам белковых молекул, коллагенов, которые порой сохраняются в древних костях лучше и дольше, чем ДНК. Сначала научились идентифицировать по коллагену древние кости приблизительно, до отряда. То есть, можно было отличить обломок кости хищника от обломка кости парнокопытного или примата. И этот метод применяли для находок из Денисовой пещеры. Это помогло в частности открыть вот это в 18-м году было очень сенсационное открытие косточки женщины, которая оказалась гибридом первого поколения у нее папа был Денисовец, мама неандерталка. А потом этот метод был усовершенствован и появилась возможность по этому коллагену выделить, очистить этот древний коллаген из кости, секвенировать его, то есть определить аминокислотную последовательность и по этой последовательности уже можно точно определить положение владельца этой косточки на генеалогическом дереве. Конечно, в молекуле коллагена меньше информации эволюционной филогенетической, чем в полном геноме, но все равно более чем достаточно для того, чтобы точно определить видовую принадлежность. И как только этот метод был разработан, китайские археологи сразу связались с изобретателями этого метода и вот совместными усилиями они взялись за эту челюсть и им повезло, действительно удалось выделить древний коллаген из самой челюсти нет, но вот в двух зубах, которые торчат из этой челюсти, там сохранился коллаген и его выделили, отсеквенировали и оказалось, что кость точно совершенно принадлежит Денисовскому человеку и это открытие очень важно в нескольких отношениях. Во-первых, это первое твердо установленное нахождение Денисовского человека за пределами Денисовой пещеры, за пределами одного района на Алтае, где до сих пор достоверно документировано было присутствие этого вида, но собственно антропологи давно подозревали и были почти уверены, что Денисовцы жили не только на Алтае, а были широко распространены в Азии. По косвенным всяким данным это было достаточно очевидно, но теперь доказательства, что они жили в Тибете также. Второе, стало понятно, что архаичные люди адаптировались к жизни в условиях высокогория намного раньше, чем считалось. До сих пор не было сведений о присутствии людей высоко в горах на такой высоте выше 3000 метров в такие древние времена, больше 150 тысяч лет назад. И это дало ответ еще на одну загадку. Еще на один вопрос, который состоит в следующем. Ранее было установлено, что у современных жителей Тибета, у тибетцев, распространен аллергенетический вариант одного гена, который, этот генетический вариант, помогает, собственно, дышать, жить в условиях гипоксии, в условиях высокогорья, когда в воздухе мало кислорода. И этот генетический вариант, он не откуда-то с неба свалился, он был унаследован от денисовцев. Ну, известно, еще ранее было показано, что была гибридизация некоторых с популяцией сапиенсов с денисовским человеком. Больше всего денисовских генов сохранилось в геномах австралийских аборигенов и аборигенов Новой Гвинеи и жителей других островов Меланезии. В меньшем количестве денисовские аллели присутствуют у жителей Восточной Азии и у коренных американцев. Но вот именно у тибетцев именно один денисовский ген получил особо широкое распространение и этот денисовский ген помогает выживать в Высокогорье. И было до сих пор неясно, то есть было ясно, зачем современным тибетцам этот аллель, но было неясно, зачем он, собственно, денисовцам-то был нужен. Вот он в геноме есть, а зачем, непонятно, потому что Денисова пещера расположена не так высоко, там порядка 700 метров высота, и там этот аллель не нужен, там нет никакой гипоксии. Вот теперь стало ясно, что денисовцы оказываются очень высоко в горах обитали. Вот поэтому, да, им был нужен этот аллель. И, кроме того, мы получили сразу кучу морфологической информации по денисовцам. До тех пор, кроме их зубов, ничего, в общем-то, об их морфологии известно не было, и зубы единичные. А теперь целая нижняя челюсть, это для антрополога просто море информации. И, соответственно, можно теперь сравнивать другие находки нижних челюстей, архаичных, которые сделаны в разных районах Азии и, так сказать, ждут, пока их определяют. Некоторые находки действительно почти наверняка принадлежат тоже денисовскому человеку. Ну и, конечно, это открывает новые заманчивые перспективы. Теперь появляется надежда, что, может быть, и в других костях древних людей, в которых не сохранилось ДНК, как, например, в костях того же флоровского хоббита, а вдруг коллаген сохранился. Это было бы так здорово, если бы удалось точно определить место флоровского хоббита или агуссонского хоббита на генеалогическом дереве рода хома. И еще одно открытие, тоже совершенно фантастическая работа, абсолютно новый подход, значит, это попытка реконструкции, опять-таки, денисовского человека реконструировать морфологию по геному. Я сказал, что эта задача пока не решена, то есть у нас может быть полный геном человека или другого животного, но реконструировать морфологию животного на основе его генома мы практически не можем. То есть какие-то очень простые вещи можно предсказать, достаточно четко, там типа цвет глаз, там цвет волос, там чуть-чуть каких-то еще простых таких признаков, но очень мало, очень мало подробностей мы можем сказать по морфологии, в том числе по морфологии скелета, глядя на генов. Почему? Потому что признаки морфологические, в том числе признаки скелета, как правило, определяются ни одним геном, ни двумя, а очень многими генами, влияние которых на морфологический признак тесно переплетены, еще последуются средой, зависит от контекста, и то есть путь от гена до какого-то морфологического признака, скажем там, не знаю, до длины носа или там размера нижней челюсти, путь очень долгий, очень извилистый, и там очень много пересекающихся дорожек от разных других генов, от факторов среды, там черт, поэтому нет пока таких методов. Гораздо проще реконструировать фенотип, если смотреть не на геном, а на уровне экспрессии, на активность генов в разных тканях, например, в тех же костях. Какие гены активны, какие нет. Для этого надо выделять РНК из древних костей, выделять древние РНК, да еще в таких количествах, чтобы можно было количественно оценивать уровень экспрессии. Это пока еще полная фантастика, и очень может быть, что это и в принципе невозможно, потому что РНК вообще-то хуже сохраняется намного, чем ДНК, как правило, в древних костях. Хотя все же иногда и РНК тоже сохраняется, тоже из новых открытий. Но напрямую померить экспрессию генов у денисовского человека, конечно, пока не можем. Но вот придумали ученые новый подход, такой обходной маршрут, как можно прикинуть уровень экспрессии генов по рисунку метилирования генома. Значит, метилирование ДНК это один из способов регуляции активности генов. В частности, довольно хорошо известно, что если сильно метилирована регуляторная область гена, промотор, если сильно метилирован промотор, то, скорее всего, это значит, что активность гена подавлена, ген не экспрессируется или очень слабо экспрессируется. И палеогенетики научились реконструировать рисунок метилирования. Оказывается, вот в этих древних геномах, древних геномах, неандертальцев, денисовских людей, можно понять довольно-таки точно, по-видимому, какие участки генома были сильнее, какие слабее метилированы. Идея там, подход основан на том, что в зависимости того, метилирован или не метилирован цитозин в ДНК, у него будет разная судьба при посмертной деградации ДНК. Если цитозин не метилирован, то он будет превращаться в урацил, а если он метилирован, то он будет превращаться в тимин. На этой основе оказывается, можно разработать метод реконструкции профиля метилирования вымерших организмов. Полная фантастика, но тем не менее это реальность. Есть уже реконструированный профиль метилирования. Дальше. Можно посмотреть, а какие гены у денисовского человека в костях были метилированы промоутеры, у каких генов сильно, а вот сейчас точнее так сформулирую, можно найти гены, которые у современного человека, например, не метилированы, а у денисовца были сильно метилированы. Из этого можно сделать вывод, что, по-видимому, у денисовца по сравнению с сапиенсом активность этих генов была сильно понижена. И как это могло отразиться на фенотипе? А вот об этом уже можно судить по медицинским базам данных, которые сейчас тоже очень быстро растут. Базы данных по медицинской генетике, они огромные, и там можно найти информацию о том, что выход из строя того или иного гена у человека современного приводит к тем или иным фенотипическим последствиям. Например, можно найти данные, что поломка такого-то гена в результате мутации приводит к тому, что там уменьшается объем мозговой коробки, или становятся более длинными плечевые кости, или что-то еще. И таких данных накопилось уже достаточно много. И дальше мы делаем следующее допущение, что если мы видим ген, который у Денисовца метеллирован сильно, у сапиенса нет, то можно предположить, что Денисовец в этом случае отличался от сапиенса морфологически примерно так же, как отличаются от нормального сапиенса, сапиенса, у которых этот ген словно мутации, например. Если при этом уменьшается черепная коробка, то, наверное, а у Денисовца этот ген гиперметеллирован, значит, у него была меньше черепная коробка. Вот такая логика. Казалось бы, натяжка на натяжке, высосанная из пальца, не может работать. Но, тем не менее, они все это разработали и попробовали применить этот метод к видам известной морфологии, к неандертальцам. Есть для двух неандертальцев реконструкция рисунка метеллирования генома. Они взяли эти данные и с помощью этого метода предсказали морфологию скелета неандертальца на основе генома неандертальца. А потом сравнили этот предсказанный скелет с реальными скелетами неандертальцев. И оказалось удивительным образом, что достаточно точно хорошо предсказали. То есть, они в подавляющем большинстве случаев угадали направление отличий, чем неандертальец отличается от сапиенса по множеству признаков скелета. Ну, это такой сейчас неколичественный подход пока еще. Нельзя сказать, насколько сильно отличался неандертальца сапиенс в каком-то предсказе. Но можно понять, в какую сторону. Руки были длиннее, руки были короче. Неизвестно, насколько длиннее или короче, но вот направленность различий можно реконструировать. На неандертальцах это сработало. Попробовали проверить на шимпанзе. Чем шимпанзе отличается от человека скелет на основе метеллирования генома. И тоже оказалось, что метод неплохо работает. И таким образом ученые убедились, что метод работоспособен и применили его, чтобы реконструировать морфологию скелета денисовского человека. Получился список признаков. Список отличий денисовца от современного человека, ну и от неандертальца заодно. Вот основные признаки черепа показаны здесь. У денисовца был череп более широкий, форма мозговой черепной коробки вытянута, удлиненная, архаична, скорее, как у неандертальца, а не как у сапиенса. Длина зубной дуги у денисовца была больше и чем у современного человека, и чем у сапиенса, ну и так далее. Целая куча морфологических предсказаний о виде, который мы не видели пока никогда, никакого черепа денисовского человека мы не видели. Эта работа с предсказанием морфологии денисовца была сделана чуть раньше, чем появилась информация о челюсти из тибетской пещеры. То есть до того, как стали известны морфологические признаки нижней челюсти денисовца, это дало возможность проверить вот эти предсказания, которые сделаны на основе метилома, сравнить ее с челюстью, которая была идентифицирована как челюсть денисовского человека. И там что-то такое восемь предсказаний по поводу восьми параметров нижней челюсти было сделано на основе вентилирования. И в общем, все кроме одного предсказания оказались правильными. Ну, вот из восьми предсказаний одно оказалось неверным, а семь оказались правильными. То есть очень-очень хороший результат и совершенно фантастический подход, конечно. Дальше на основе реконструкции строения черепа денисовца сделали на основе известных закономерностей реконструкцию физиономии денисовской девочки той самой, чей геном был прочтен. Вот это единственный пока полностью качественно прочтенный ядерный геном денисовского человека. Известно, что он принадлежал молодой девушке. и вот ее реконструированный портрет был опубликован. Еще одно интересное открытие связано с пещерной живописью, с новыми датировками. Довольно давно уже были замечены найденные наскальные рисунки в пещерах на островах Индонезии, в том числе на острове Соловейси. Это уже, конечно, не те хобиты, это сапиенсы пришли, но уже вскоре после того, как они туда пришли, выяснилось, они начали рисовать что-то осмысленное на стенах пещер. И рисунки и рисунки. Это было бы не так интересно, если бы не удалось их датировать. Вообще, задача датировать пещерные рисунки это очень сложная задача, долго не могли решить. И вот только в последние годы придумали хороший, надежный метод, как можно определить время, возраст пещерного рисунка. Идея в том, что в пещерах образуются минеральные натеки, всякие, сталактиты, сталагмиты, вы знаете. И иногда такие натеки образуются поверх рисунков. И натек научились датировать очень точно радиометрическими методами. И, соответственно, определяем возраст натека, который поверх рисунка образовался, и определяем тем самым минимальный возраст рисунка. И вот оказалось, что изображение сцены охоты, найденное в пещере на острове Сулавеси, было сделано аж целых 43 тысячи 900 лет назад. Это намного древнее всех европейских пещерных рисунков. Это самый древний датированный на сегодняшний день рисунок, образец фигуративного искусства. То есть, когда что-то осмысленно изображено, в данном случае изображены два вида местных животных, местные свиньи и местные мелкие буйволы и некие человекоподобные существа, которые вроде бы на них охотятся. В руках у существ то ли длинные кривые палки, то ли какие-то веревки, и они явно атакуют этих животных, но причем они сами очень маленькие, эти человекоподобные существа, и с явно звериными чертами. То есть, это не изображение людей, это так называемые териантропы, существа, фантастические существа, сочетающие признаки человека и каких-то животных. Например, у одного, где прорисовка, четко виден хвост, у других, вот у кого-то какая-то вытянутая звериная морда, у кого-то что-то вообще там как клюв птицы или пасть крокодила. В общем, ясно, что это человекоподобные фигурки, но не человеческие, со звериными чертами. Вообще, самые ранние человеческие художники и скульпторы явно как-то избегали, боялись, что ли, изображать человеческое лицо. Древнейшие политические Венеры, например, они все безлики. И на пещерной живописи тоже нет лиц человеческих реалистичных довольно долго. То есть, фигурки людей очень стилизованные, они появляются, но вместо головы им рисовали обычно что-нибудь такое фантастическое. Видимо, какой-то был страх. Вот, для сравнения, древнейшая сцена охоты, известная в Европе, это вот очень знаменитая сцена из пещеры Лоско, где изображен раненый безум, проткнутый копьем с вывалившимися кишками, который атакует рогами очень странного, по-видимому, уже мертвого человека с птичьей головой, или, в общем, с какой-то птицеподобной головой. По поводу этой картинки очень много всяких фантазий, интерпретаций, специалисты по мифологии проводят здесь параллельно, чуть-то не с мифами обосились, и горе, и птичья голова, и другие интересные черты, в общем, непонятно, но, так или иначе, эта сцена охоты гораздо моложе, той, которая найдена на острове Сулавеси и всего не более 21 тысячи лет, это рисунок из пещеры Лоско, а древнейший европейский известный Терриантрак, то есть, фигурка человека, в данном случае с головой пещерного льва, это человек-олев из пещеры Штаде в Германии, это достаточно знаменитый образец палеолитического искусства, и возраст не превышает 40 тысяч лет, то есть, тоже моложе, чем у нас у Лариси, то есть, получается, что верхнепалеолитическая культура, важным компонентом которой являются наскальные рисунки, пещерные рисунки, вот эта культура, она не в Европе появилась первой, то есть, по-видимому, вот эти люди, которые где-то около 50 тысяч лет назад начали расселяться с Ближнего Востока по Евразии, во все стороны, они уже были морально-физически готовы к созданию верхней политической культуры, и эта культура расцветала потом независимо в разных концах Евразии, немножко в разное время, но, в общем, более-менее, тогда все происходило. И, значит, еще одна увлекательная тема, куда идет эволюция современного человека, данные по эволюции современных людей. Я, поскольку у меня уже мало времени остается, я перейду сразу к самому такому провокационному, что ли, по своим выводам исследованию, которое было в прошлом году опубликовано на журнале Nature Communications. пишется. Очень масштабная работа. Значит, в принципе, я думаю, что эти исследования скоро запретят, потому что их результаты очень неполиткорректно выглядят, и когда вы пишете, например, популярную заметку в сетях, в которой написано, что различие в доходах у современных британцев отчасти зависят от генов, вы даже не представляете, что на вас обрушивается и выливается, как на автора такой вот заметки. Ну, совершенно нельзя такое сейчас говорить. И я думаю, что подобное исследование, если бы оно лет 10 назад появилось, такое масштабное, такое качественное, такое огромное выборки, с такими мощными методиками, а если оно появилось 10 лет назад, это было бы точно публикацией в Nature или в Science. Сейчас, ну, спасибо, что еще совсем не запретили, но уже в журналах второго эшелона как в Nature Communications еще проходит. Никакой шумихи в прессе тихонечко. Там все написано очень сложным научным языком, так чтобы журналисты ничего не поняли о возможности, о чем написано в статье. Но я вот попытаюсь рассказать все-таки. Значит, это данные из UK Biobank, это самая, ну, может быть, одна из самых больших, надежных и качественных баз данных по генетике людей. Там сотни тысяч, современных британцев очень тщательно отбиралась эта выборка, чтобы она была гомогенной, это только вот одна популяция. То есть, это британцы, британского происхождения, не только по анкетам происхождения, но и по генам проверялось. То есть, мы можем просто взять эти генотипы. Генотип что такое? Это там несколько десятков миллионов полиморфных локусов, которые, известно, что в человеческом геноме могут варьировать. То есть, у одних людей здесь один нуклеотит, у других другой. И вот оливное состояние этих полиморфных локусов для каждого из людей, чьи данные внесены в этот UK Biobank. То есть, почти то же самое, что полные геномы. Чуть поменьше информации, но примерно, в общем, в первом приближении то же самое. Сотни тысяч людей, и для каждого подробная анкета, где записана масса всяких признаков медицинских, психологических, других, все-все-все. В том числе, доход, уровень дохода, уровень образования, количество детей и так далее. И такие данные позволяют при помощи метода, который называется Genome White Association Study, полногеномный поиск ассоциаций. Искать, какие гены влияют, точнее, какие локусы, какие полиморфизмы влияют на тот или иной фенотипический признак. Фенотипический признак можно взять любой. Из тех, что есть в данных. Можно взять, например, уровень полученного образования. Такие работы были раньше. Сделаны уже, и я на прошлых лекциях рассказывал о том, что там получилось, выявлены конкретные гены, вариации, в которых влияют на вероятность того, что человек получит или не получит хорошее образование. И был показан четко совершенно отрицательный отбор по этим генам в современных цивилизованных обществах. Это было показано по выборке из США пару десятков тысяч человек. Это было показано для современных исландцев на выборке около двухсот тысяч человек. Отрицательный отбор по генам образования, условно говоря. Понятно, что гены не могут напрямую влиять на уровень образования. Я внесу это уточнение. Там авторы этой статьи, даже чтобы их в чем-нибудь не обвинили, все равно, конечно, обвинят, но все-таки они пытались защититься и нарисовали такую схему. Они говорят, мы не говорим, что гены напрямую влияют на уровень дохода. Нет, конечно. Мы что говорим? Что гены влияют на свойства нейронов, на экспрессию разных белков в нейронах в разных отделах мозга. Но влияют и влияют, конечно. Это, в свою очередь, влияет на структуру мозга. Структура мозга влияет на функциональность мозга. Здесь добавляются еще какие-то генетические, средовые влияния. Конечно, нет чисто генетических признаков. На все признаки влияют гены, среда в разных пропорциях. Функциональность мозга влияет на показатели интеллекта, на когнитивные способности, на память, на умение решать какие-то задачки, на собородительность и так далее. Здесь тоже добавляются новые средовые генетические влияния. Уровень интеллекта влияет, пусть слабо, но как-то он же должен влиять на вероятность получить хорошее образование. На этом этапе еще порции средовых эффектов добавляются, которые разбавляют генетические эффекты. А уровень образования в современной Великобритании, по крайней мере, вполне может влиять на уровень дохода, когда человек получил это образование, вырос, устроился на образование, влияет. На этом этапе тоже добавляются еще порции эффектов среды, которые разбавляют опять генетические влияния. Но все-таки какой-то генетический сигнал от генов до признака доход все-таки добирается, доходит, его можно выловить. То есть какие-то гены... Это не работает. Что? В России это не сработает. В России такие исследования провести невозможно, потому что ничего похожего на такой UK Biobank, как в Великобритании, у нас нет. Ну и как бы, в общем, наверное, не скоро предвидится. Но на меньших выборках можно попробовать. Действительно известно, что в обществах, как авторы выразились, с менее меритократическими механизмами достижения жизненного успеха, то есть в общество, где ваш доход, ваш успех в жизни зависит не столько от ваших способностей, от вашего ума, от вашей там работоспособности, а от чего-то другого, мягко говоря, зависит ваш жизнь, успех и ваш доход. Там те гены, которые у британцев влияют на доход, не будут на него влиять. Но это пока слабо изучено по причине того, что просто такие страны слабо изучены в этом отношении. Ну вот, короче, нашли гены, которые влияют на доход. Слабо, слабо они влияют на доход, среда сильнее влияют, но гены тоже влияют. И получается, что, да, и получилось, что вот эти вот условно гены богатства, их, конечно, некорректно называть генами богатства, но мы для краткости все-таки будем их так называть, это в основном те же самые гены, для которых ранее была показана связь с интеллектом и уровнем образования. То есть есть гены, которые влияют на интеллект, на уровень образования и на доходы. И вот эти три множества очень сильно перекрываются, но все же не полностью идентичны То есть, скажем, есть такие полиморфизмы, которые на доход влияют, а на интеллект и образование нет Ну и вот найдены эти конкретные гены Оказалось, что большинство этих генов, это не просто какие-то гены, а это гены, которые работают в мозге, в определенных отделах мозга В определенных отделах мозга, которые важны, например, в обучении на ошибках Там серотониновые нейроны и нейроны, ганкергические нейроны прилежащего ядра, которые вроде как важны для того, чтобы человек учился на опыте То есть, это по делу, это не какая-то случайная ассоциация То есть, связь с интеллектом, например, вполне правдоподобно выглядит И вот самая интересная картинка, которую авторы обсуждают, но, так сказать, мало Значит, это генетические корреляции, которые они нашли для генов, условных вот этих вот генов дохода А также для генов образования, это не совсем одно и то же, хотя и пересекающееся множество Значит, что показывает эта картинка? Здесь 27 фенотипических признаков, которые тоже имеют какую-то генетическую компоненту По всем этим признакам есть изменчивость популяции И на эту изменчивость отчасти влияют генетические различия между людьми Вот генетическая корреляция, это когда оценивают, в какой степени гены, влияющие на один признак, например, доход Вот в какой степени эти же самые аллели влияют и на какой-то еще другой признак Если значение отрицательное, что это значит? Это значит, что люди с высокой генетической предрасположенностью к высокому доходу Также вот с меньшей вероятностью будет у них зарегистрирован синдром дефицита внимания и гиперактивности То есть у кого больше генов дохода, не больше доход, а больше генов дохода У кого больше генов дохода, у того реже встречается вот этот синдром Там меньше утомляемость, реже бывает невротизм, они меньше курят, у них реже встречается избыточный вес У них меньше детей, у них реже депрессия, у них меньше эндокомасы тела, у них лучше с сердцем Они чаще бывают совыми, а не жаворонками, у них реже шизофорения, у них реже диабет 2 типа, болезнь асгеймера, асгеймера, аутизм А вот здесь уже плюсы пошли, они чуть больше спят Это я говорю о людях, у которых в генах много аллелей, которые положительно ассоциированы с высоким доходом Это не значит, что у них есть высокий доход Это значит, что у них генетическая предрасположенность На лекции есть еще 30 минут Окей, спасибо Вот, скажем, здесь светло-голубеньким показано то же самое, но не для дохода, а для образования То есть люди, у которых в геноме написано, что у них чуть повышена вероятность У них генетические их наследственные качества таковы, что у них чуть выше среднего вероятность получить хорошее образование Вот у таких людей, независимо от того, получили они образование или не получили Потому что вот эти все вероятности их же еще реализовать надо Ну вот генетическая предрасположенность к получению образования Если у них есть, то у них также и шанс аутизма чуть-чуть повышен Но понятно, что вряд ли эти две вероятности реализуются у одного и того же человека Это вот есть некий набор полиморфизмов Если он есть у человека, то у него чуть повышена вероятность того, что он получит хорошее образование Ну и чуть повышена вероятность аутизма Ну а реализуется либо то, либо это, либо, скорее всего, ни то, ни другое То есть вот это надо понимать, что это все очень тонкие материи Значит, люди генетически предрасположены к высокому доходу и к хорошему образованию Чуть больше спят У них почему-то чуть чаще встречается анорексия С легкими у них все хорошо Ой, почему-то биполярное расстройство тоже у носителей таких генов чуть чаще встречается Это не совсем понятно почему Но в целом, как правило, вот эти признаки генетически коррелируют с лучшим физическим и ментальным здоровьем Но есть пара исключений странных Вот аутизм и биполярное расстройство Удовлетворенность жизни у них выше Причем у людей с хорошей предрасположенностью к доходу Удовлетворенность жизни выше, чем у тех, у кого генетическая предрасположенность к образованию Они чуть выше ростом У них, что забавно, но я бы хотел все-таки это подчеркнуть У них больше голова, я извиняюсь Они дольше живут У них вообще здоровье лучше, они подольше живут, средняя продолжительность жизни у них выше Общее здоровье, самооценка, они чаще оценивают свое здоровье как хорошее Но я, в общем, правильно делаю, потому что они дольше живут действительно Социальная депривация – это такой хитрый социальный показатель Который в основном оценивается по тому, в каком районе человек живет Люди с генетической предрасположенностью к образованию и доходу Чаще живут в хороших районах и менее депривированы Возраст при рождении первого ребенка Они имеют обыкновение позже рожать детей Значит, это очень мило Мы из этого видим, что гены, повышающие вероятность того, что современный британец будет хорошо зарабатывать Эти гены – это, в принципе, хорошие гены Они улучшают здоровье и ментальное, и физическое в целом Мозг получше работает, организм получше работает, жизнь дольше Известно, что там сильнейшие здесь не показаны Даже, но это известно, что генетические корреляции между доходом, образованием и интеллектом Вот этой тройкой признаки – очень сильные Это я уже говорил, в принципе Но что вообще авторы не обсуждают Так сказать, предоставляют читателю самим это заметить или не заметить При внимательнейшем разглядывании этого рисунка, который очень маленький, там, статей Еще надо это глядеть Возраст при рождении первого ребенка увеличен Значит, вот эти люди с этими замечательными, прекрасными генами образования и дохода Позже начинают рожать детей И это, естественным образом, приводит к тому, что в итоге число детей у них меньше Если перевести это на русский язык, это значит, что отбор действует против генов дохода, против генов образования Генетический базис хорошего ментального и физического здоровья Генетический базис интеллекта, генетический базис жизненного успеха размывается Отбор работает против него, такие люди хуже размножаются, а лучше размножаются Глупые и больные Это факт Это не шутки Поэтому вот такой напоследок слайд Ну, в общем-то, чисто теоретически То есть я его как бы из головы выдумал на основе имеющихся данных Но это все обоснованные гипотезы Это ряд причинно-следственных связей, за счет которых цивилизация Развитие цивилизации может, и с большой вероятностью действительно приводит К отрицательному отбору по ценным для нас признакам Признакам и к генетическому вырождению деградации Значит, я уже намекнул, что идет отрицательный отбор По генам, способствующим хорошему здоровью, развитию мозга, интеллекту Образованию богатства идет отрицательный отбор И он достаточно эффективен Это на исламской выборке было показано в случае генов образования Кроме того, есть еще такая вещь, как бесконтрольное накопление вредных мутаций Из-за ослабления очищающего отбора Значит, есть просто движущий отбор, положительный отбор по аллелям Которые портят нам мозги, делают нас боли глупыми Кроме того, есть еще ослабление очищающего отбора против аллелей Которые что-то портят в нашем организме, иммунную систему Ну, некоторые вещи вполне понятны Если человечество изобретает антибиотики И с помощью антибиотиков мы теперь можем эффективно бороться с инфекциями То, естественно, слабеет отбор на хорошую работу иммунной системы И мутации, которые делают нашу иммунную систему более слабой Менее эффективно защищающие нас от бактериальных инфекций Раньше они были очень вредными И отсеивались отбором Потому что смертность от инфекции была очень высока И все люди со слабой иммунной системой отбраковывались отбором Сейчас, благодаря тому, что у нас медицина Нет угрозы голода Социальное обеспечение Поддержка обездольных Общество не позволяет же никому умереть от голода От какой-то нищеты, заброшенности Поддержим Это прекрасно Прекрасное достижение цивилизации Но они резко ослабляют или полностью устраняют очищающий отбор Против вредных мутаций, которые портят нашу иммунную систему Портят наш мозг Мозг очень уязвимый орган для мутационной деградации Потому что для развития мозга в нем задействовано очень много генов Очень большая доля генов генома задействована в развитии и работе мозга Поэтому случайная мутация, которая портит какой-нибудь ген Она с намного большей вероятностью повредит работе мозга Чем работе, скажем, почки Мозг в первую очередь будет деградировать у нас Значит, снижение ранней смертности Почти что до нуля в развитых обществах Приводит к тому, что постнатальный, после рождения, естественно, отбор очищающий уже не работает Все дети выживают, все доживают до зрелости Получают шанс завести свою семью и оставить свое потомство Со всеми своими вредными мутациями, которые они передают следующим поколениям И, собственно, эти мутации с эволюционной точки зрения уже не вредны Потому что они не снижают дарвиновскую приспособленность Они вредны в том плане, что они ухудшают качество жизни Сокращают жизнь, но они не уменьшают количество детей То есть, эффективность передачи своих генов следующим поколениям они не снижают То есть, с эволюционной, с дарвиновской точки зрения, эти мутации уже не вредны Но нам неприятно их иметь Опять же, из-за того, что все выровнялось Социальное обеспечение Все дети выживают, все дети доживают, женятся, рожают своих детей Качество потомства перестало влиять на дарвиновскую приспособленность В современных людей в цивилизованных обществах А влияет теперь только количество Вот раньше, в доиндустриальные времена Есть такие тоже новые данные О которых я не успеваю рассказать Очень интересные Которые показывают, что раньше, все-таки До промышленной революции Качество потомства тоже влияло на приспособленность То есть, если вы нарожали много детей В аграрном обществе, если вы нарожали много детей У вас будет меньше ресурсов заботиться о них И больше будет отсев Больше этих детей умрет В младенчестве и так далее И поэтому Выгоднее, с эволюционной точки зрения Было рожать не очень много детей Но вкладывать больше ресурсов Лучше заботиться, дать им образование Обеспечить их Хорошим питанием И так далее, условия для развития И тогда у вас внуков будет в итоге больше Чем если вы нарожаете кучу Но заботиться будете плохо Так было раньше В современном обществе Как бы плохо родители не заботились о своих детях Благодаря обществу Благодаря развитию цивилизации Никто все равно из детей, конечно же, не умрет Все вырастут Все в школу закончат Все получат возможность детей нарожать Поэтому с эволюционной точки зрения Качество потомства перестало Только количество Кто больше рожает, тот лучше свои вены распространяет Точка Из-за этого Опять-таки Из-за этого Вот этот отбор против аллели Ассоциированных способностей и успехов Становится только более эффективным Много более эффективным Дальше Выравнивание возможностей Социальная справедливость Пенсии Забираем богатых, отдаем бедным Чтобы все имели хороший высокий уровень жизни Вот То есть Чтобы не было бедных, нищих В общем Это прекрасно К чему это приводит с эволюционной точки зрения К тому, что Из-за имеющейся изменчивости По способностям И жизненному успеху Устраняется средовая компонента Но неравенство все равно будет Не может так быть Чтобы у всех был одинаковый доход Одинаковое все Вот то неравенство Которое сохраняется В условиях общества Социальной справедливости Оно в основном будет генами объясняться Вот это вроде бы такой парадокс Но для генетики Это в общем-то Общее место Если мы выравниваем условия Для популяции То оставшаяся вне фенотипической изменчивости Это будет в основном Наследственная изменчивость А соответственно Отбор По таким признакам Будет более эффективен Потому что наследуемость признака Возрастает Отбор будет более эффективен И соответственно Аллели будут Аллели, способствующие Вот тому или иному признаку Будут быстрее накапливаться Их частота будет быстрее расти В генофонде Средства планирования семьи Которые стали доступны Всем в общем-то Где-то с 20-го С начала 20-го века Они приводят к чему? Они приводят к тому Что люди, которые планируют Свою жизнь Задумываются о будущем Используют эти средства И откладывают рождение детей На потом Пропуская самый плодовитый Детородный возраст А люди, которые Более раздолбайстые Которые не планируют Свою жизнь Они этого не делают И начинают рожать раньше И в итоге оставляют больше детей И в итоге лучше Распространяют свои гены И вот мы имеем то, что имеем Количество детей Отрицательно коррелирует С интеллектом И получаем Сильный эффективный отбор Против аллелей Ассоциированных Со способностями и успехом Вот Значит Короче говоря Естественный отбор Сейчас нам только вредит Тот, который идет В развитых обществах Судя по всему Он нам только вредит Мы не можем больше На него полагаться Хотя он нас создал В прошлом-то он по-другому работал Конечно Он поддерживал наоборот Все эти свойства А сейчас Ситуация вот так изворотилась Может быть это вообще Типично для цивилизованных Обществ Но это уже фантазия Хотя это высказывал еще Рональд Фишер В общем-то В 30-м году В своей вот Великой книге Генетической теории Естественного отбора Это не новые все Идеи Просто сейчас вот эти Мощные генетические методы Подтверждают это все Вот Но так или иначе Мы не можем Больше полагаться на естественный отбор Он нам только вредит И соответственно Чтобы не выродиться Не деградировать У нас есть только один путь Мы должны взять Собственную эволюцию В собственные руки Опять же Уже Понятно Что там Какой-то искусственный отбор Людей Это не тот путь Который нас может устроить Остается Остаются высокие технологии Остается Значит Сильно быстро развивать науку Как можно быстрее Научиться предсказывать Фенотип по генотипу И Путем редактирования генома Аккуратного Безошибочного Значит Исправлять Возникающие мутации И следить Вот вручную Так сказать В ручном режиме Следить за тем Чтобы вредные мутации Не слишком быстро Распространялись И мы не слишком быстро Глупели И вот Генетически деградировали И в этом отношении Вот в плане отношения К обществу К таким делам Все плохо Потому что Общество похоже Все Менее и менее Готово Ну Признать такие вещи Допустимыми И это может Плохо кончиться Но наука Пока еще развивается Пока еще продолжает Развиваться В этом направлении И прогресс В методах Редактирования геномов И клонирования Он есть В 19-м году Здесь тоже были Важные прорывы Совершены В частности Ну Научились китайцы Клонировать приматов С этим были проблемы Ну там Копытных Еще давно Научились клонировать А вот сейчас Уже и обезьян Можно клонировать Вот клонированные Макаки Резусы Показаны И генномодифицированных Делают уже Генномодифицированных Макак Вот В частности В 19-м году Сделали Макак Резусов В геном которых Был засунут Человеческий вариант Геномикроцефалин Это ген Который Играет важную роль В развитии мозга От его Алельного состояния Зависит Размер мозга Количество нейронов В коре Известно Как он влияет И известно Что в ходе Эволюции Обезьян Этот ген Неоднократно Был под действием Положительного отбора То есть В нем возникали Мутации Которые Поддерживались Отбором То есть Оказывались полезным Это даже еще Речь не о Гоминидах Это речь вообще Об обезьянах Начиная С очень давних времен С ранних Человекообразных И известно Что повреждение Этого гена У современных людей Приводит к микроцефалии Мозг Получается Гораздо меньше Чем нужно То есть Короче Это явно Очень важный Для мозга Ген И у человека Один вариант Этого гена У макаки Резуса Другой И вот Сделали макак С человеческим Вариантом Гена микроцефалии Ужасно интересно Конечно Это всем Хотя может быть И не очень Этично Но В Китае Такие вещи Пока еще Возможны И В общем Мозг У этих Трансгенных макак Больше не стал Но Вроде бы Память улучшилась И Какие-то Молекулярные Признаки На клеточном Молекулярном уровне В развитии мозга Появились Характерные Для человека Черты Некоторые Ну понятно Что Одним геном Мы человеческий мозг Одним геном Мы не превратим Обезьянный мозг В человеческий Для этого нужно Наверное Намного больше генов Но вот Было бы интересно А что если В эту макаку Не один Человеческий Мозговой ген Засунуть А скажем Десять Двадцать Таких важных Известных Генов Влияющих На развитие мозга Может быть Уже получился бы Какое-то Такое чудовище Франкенштейна Уже обезьяна Которая Чего-то Почти как Человек соображает Правда Потом уже непонятно Что с такой тварью делать Как с ней Общаться И вообще Что это такое И вряд ли Общественность Это вообще Разрешит Но вот Такое Пионерское исследование Уже появилось Ну и продолжает Развиваться Очень быстро Методы Редактирования Геномов Основанные На системе CRISPR Это просто Такое Взрывное Развитие В этой области И в 2019 Году Тоже были Важные В этом Отношении Сделаны Прорывы Ну вот Собственно Наверное И все Все что я Хотел рассказать У меня еще там Конечно Масса всяких Новостей Но я думаю Что достаточно Для одной лекции И можно перейти К чему там К перерыву Перерыву 10 минут Спасибо за внимание Здравствуйте Александр Во время Главы Эволюции Современного Человечества Вы упоминали Про гены Связанные С Получением С вероятностью Получения Более высокого Уровня образования С вероятностью Более высокого Уровня дохода Интеректа Кстати Штабской Уровня Интеректа Это Тоже Интересный Вопрос В общем Когда Вы говорили Про то Что Эти гены Дают Преимущество В меритократическом Обществе И В менее Меритократическом Они могут Не давать Такого Преимущества У меня Возникла Мысль Что Существуют Ведь Качества Которые Могут Давать Преимущества Связаные С мозгом Немного Другого Рода Такие Как Способность Ориентироваться В социальной Обстановке Заводить Связи Между И договариваться Слышали Вы Про Исследования О подобных Качествах Человеческого Ума Ну Ну Конечно Все Это Изучается Социальный Интеллект В общем-то Те же Самые Аллели Которые Влияют На Те Когнитивные Способности Которые Мерили В данном Случае В тестах Решение Каких-то Задач Разные Есть Очень разные Наборы Тестов На разные Интеллектуальные Способности Вот И В принципе Все это Друг с другом Коррелирует Ну То есть Положительные Корреляции Достаточно Сильные Прослеживаются Между Способностями Человека Между Разными Когнитивными Способностями В принципе Должен По идее Положительно Коррелировать Социальный Интеллект С Пространственным Мышлением С решением Там С математическими Способностями Между Всеми Этими Способностями Как правило Прослеживается Заметная Положительная Корреляция Что Вообще Позволяет Говорить О таком Теоретическом Конструкте Как Фактор Ж Общий Интеллект Вот То есть Я Осторожно Предположил Что Все то Что Здесь Сказано Про Интеллект В целом Это Наверное К социальному Интеллекту Тоже В какой-то Мере Приложим Скорее Всего То есть Это Не то Чтобы Совсем Принципиально Разные Вещи Это Есть Просто Мозг С высокой Функциональностью Мозг С менее Высокой Функциональностью Значит Ли Это Что Более Скажем Харизматично Люди Тоже Могут Иметь Меньше Детей В среднем Ну Это Не Исключено Но Я Специальных Работ Не знаю На Эту Тему Чтобы Такой Признак Харизматичность Оценивался С помощью Подобных Методов Полногеном Поиска Ассоциаций Но Можно Было Провести Если Как То Можно Было Измерить Измерить Эту Харизматичность Показатели Жизн и успеха Точнее говоря Социоэкономического Статуса Который Складывается Там Из ряда Составляющих В принципе В развитых Странах Социоэкономический Статус Отрицательно Коррелирует С здоровьем Скреспособностью Это известно Более успешные Люди Хуже Размножаются Спасибо Аплодисменты Спасибо Спасибо За лекцию Большое У меня Такое Просто Днек Допустим Киньки Амболиционные Биологи Ну Грунга Сальфоцезар Прилетели 5 Милов Ветнадцат У нас По саваннам Дягивают Барианы Перевешиваются Близовыми Кошками По Кушкам Сеят Эти Небольшие Обезьянки Ребютенки И Были Предпосылки К разумности У них есть Но Не факт Что они станут Разумными Они могут В францах Пойти Они могут С лесу Остаться Если Сто тысяч Человек Назад То у нас Тут есть Несколько Видов Уже Очень Специализированных Охотников Собирателей Которые Уже Сто Процентов Кто-нибудь Из них Из Рутеров Саркное Мышление Потому что Ваши Теотки Да Процессу Цивилизация И И С Какой Точке Можно Это Существо И Потом Существо Уже Не Кас 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 Конечно Очень Интересный Вопрос На Который Нет Пока Точного Ответа Как Вы Понимаете Значит Нас Что-то Подхватило Вот Ранний Хом Подхватил Какой-то Очень Сильный Направлен Эволюционный Процесс Где-то Два Миллиона Лет Назад И Вот Пошло 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 Начиная С Хомо Хаббелисов Начиная С Дувайской Культуры Вот Это Пошло Рост Мозга И Развитие Культуры Сначала Устрашающе Медленное А потом Все Быстрее 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 С Ускорением Развивалась Культура То Есть Культура Развивалась Вот Так А Мозг Развивался Мозг Развивался Ну Без Ну Без Ускорения А под Конец Замедлением И вот Как был Устроен Этот Уникальный Эволюционный Процесс Который Создал Первый На нашей Планете Разумный Вид Это Как раз Большая Очень Интересная Научная Задача Которую Ученые Ищут Подходы И мы В том числе Сейчас Пытаемся Работаем Над Моделью Вот Меня Очень Сейчас Привлекает Идея То есть Понятно Что В этом Процессе Стремительного Разрастания Мозга В последние Два миллиона лет Эволюции Рода Хома Были задействованы Какие-то положительные Обратные связи Это было Не разовое Событие Что-то изменилось Там образ жизни Раз увеличился Нет Он увеличился Упорно На протяжении Двух миллионов лет И он увеличился Втрое Втрое По объему За два миллиона лет Это Чудовищно Быстро И значит Что действовал Отбор То есть Более То есть Почему-то Более Мозговитые Индивидуумы Индивидуумы С более крупным Мозгом Получали Сильное Селективное Преимущество На протяжении Двух миллионов лет И мозг становился Все больше 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 Несмотря на то Что это Очень дорогой Орган Он И технические Проблемы Создает Голова Тяжелая Держать Надо На весу И При рождении Детей Он очень Большие Проблемы Создает Это очень Дорого Иначе В общем-то Иметь Хорошую Сображалку Всем животным Наверное Было бы Полезно Но Это дорого Поэтому Никто По этому Пути Не пошел Пока Кроме нас И что Это была За положительная Обратная Связь То есть Почти Наверняка Можно утверждать Что Рост Мозга Каким-то Образом Создавал Предпосылки Причины Для дальнейшего Роста Мозга На протяжении Двух Миллионов Лет Вот И есть Ряд Гипотез По поводу Природы Этих Положительных Обратных Связей И Одна Из них Мне Больше Все нравится Это Гипотеза Так называем Культурного Драйва Или Самоускоряющаяся Самоподдерживающаяся Коэволюция Мозга Культуры Значит Суть Этой Идеи В том Что Значит Социальное Обучение Это Передача Каких-то Навыков Каких-то Привычек Каких-то Способов Поведения От одной Особи К другой Путем Копирования Подражания Или целенаправленного Обучения Вот это Все называется Социальное Обучение И чем Выше Способность Вида К социальному Обучению Тем больше У него Будет Того Что Называют Культурные Традиции То есть Каких-то Вариентов Поведения Которые Передаются От особи К особи И более-менее Какой-то Вид Уже С каким-то Необходимым Минимумом Способности К социальному Обучению Попадают Такие Условия Что Появляется Возможность Изобретать Много Разных Новых Полезных Способов Поведения И если Эти разные Способы Полезного Поведения Одни Из них Полезны Индивидуально Вот этой Особи А другие Полезны Всей группе Которая Принадлежит Эту особи Это все Работает Только У социальных Видов И должна Быть еще Острая Межгрупповая Конкуренция То вот Тогда Может начаться Этот автокаталистический Процесс Который Выглядит Примерно Так Появляется Какое-то Кто-то Изобрел Какое-то Новое Сложное Хитрое Поведение Которому Нужно Учиться И Оно Начало Передаваться Кто-то У изобретателя Перенял Кто-то У него Потом Тоже Научился И это Очень Полезно Очень Повышает Приспособленность Либо На индивидуальном Уровне Либо На групповом Вот Когда В культуре Группы Появляется Такое Знание То Это Порождает Отбор На Улучшенные Способности К социальным Обучениям Потому что Кто быстрее И лучше Этому Научился Тот Больше Оставил Потомков Или Группа Которые Есть На такие Вот Этой Технологии Ну Например Разготовление Удубайских Каменных Орудий Или Что-то Еще Те Лучше Распространяют Свои гены То есть Наличие Ценной Культурной Информации Порождает Отбор На Улучшенные Способности К социальному Обучению А когда У всех Станет Чуть Получше Способность К социальному Обучению То Это Повышает Вероятность Того Что Какие-то Новые Изобретения Тоже Не будут Сразу Забыты Потеряны А тоже Сохранятся В культуре И таким Образом Культура Становится Богаче Культура Становится Богаче Там Больше Полезных Знаний Соответственно Еще Выгоднее Становится Особой Иметь Еще Более Эффективные Мощные Способности К социальному Обучению Запоминанию Всего Этого И Нужно Еще Соображать Решать Какие-то Новые Задачи Возникающие В связи С новыми Способами Поведения Отбор На Когнитивные Способности Пособствуют Эволюция Мозга Культуры И Мы Сейчас С помощью Компьютерного Моделирования Пытаемся Разобраться В том Какие условия Необходимы Для того Чтобы этот Процесс Запустился И пошел И Какие условия Необходимы Для того Чтобы он Был Максимально Эффективен Чтобы мозг В итоге Вырос Сильнее Всего И Как раз Результаты Моделирования Показывают Что Те условия Которые По-видимому Для этого Необходимы Как раз Они хорошо И экологию Ранних Хома Но не других Обезьян Эти результаты Надеюсь Нам скоро Удастся Опубликовать Спасибо Добрый вечер Я хочу Задать вопрос Образительно Роли Полового Отбора Накрушения Геогенов Которые Связаны С Уровнем Находов Образования И интеллекта Как Он Может Действовать Либо Скомпенсировать Эту Иллюминацию Либо Напротив Запустить Механизмы С положительной Обратной Связью И ускорить Их Объявляют Суру Половой Отбор Как работает Половой Отбор У человека Это очень Интересная Тема Для Современных Людей Возможно Для гоминид Уже С очень Давних Пор Вообще Характерен Высокий Родительский Вклад В потомство И в том числе Высокий Отцовский Вклад В потомство И формирование Достаточно устойчивых Пар То есть У людей По видему С давних Очень пор У наших Предков Все-таки Образовывались Ну не Не моногамные На всю жизнь Может быть Пары Но Какие-то Более-менее Моногамные Или полигамные Ну в общем Связи между Мужчинами И женщинами Которые Продолжались Не только На вот Время спаривания Но и на Выращивание Там Ребенка И Соответственно В таких Условиях Половой Отбор Его работа Достаточно Специфична То есть Он Не будет Скорее всего Приводить К развитию Каких-то Павлиньехвостов У самцов Потому что Для этого Нужна Совсем Другая Структура Семейных Отношений Вот При Моногамии Значит Там Будет Возникать Положительная Ассортативность По Привлекательным Признакам То есть Самые Привлекательные Будут Спариваться Образовывать Парочки С Самыми Привлекательными Самым Наоборот Малопривлекательным Останется Только Образовать Парочки С такими же Малопривлекательными К чему Это приводит Ну В принципе Это может Приводить К тому Что Всякие Привлекательные Признаки Украшения Развиваются Во-первых У обоих Полов В равной Степени А не как У павлинов Во-вторых Это приводит К увеличению Дисперсии Признака То есть Разброс на На одном полисе Где Самые Крутые Привлекательные Женятся Друг на Друге У них И дети Будут Такие же Туда Распределение Расширяется На другом полисе Сюда Разброс По признаку Увеличивается А если К этому Добавляется Естественный Отбор Ну То есть Вот известно Что В принципе У людей Да Есть Сильная Положительная Ассортативность По образованию В том числе По интеллекту То есть Умные Женщины Имеют Склонность Жениться На умных Мужчина Глупые На глупых Это В общем-то Известно Разброс Если При этом Ум Или какой-то Другой Признак Еще и Влияет На Репродуктивный Успех Ну Это Будет Так сказать Такой Половой Отбор В условиях Пример Ну Более-менее Тенденции К моногамии Он будет Половой Отбор Будет Усиливать Действие Естественного Отбора За счет Того Что Он увеличивает Дисперсию Признака Лучше Подставляет Эти гены Под отбор Ну Вот Как-то Так В общем Это Интересная Тема Тоже Не очень Изученная Пока Если Учесть Что Там Где Отбираются По Непривлекательным Признакам Более Час Промискуитет И Те Родительские Стратегии Которые Связаны С Большим Количеством Потомков И С Малой Заботой О них Ну Вот Не знаю Это Промискуитета Изучать Просто Не знаю Таких Работ Но Вот То Что Они Сейчас Больше Вот В нижней Часть Спектра Больше Детей Производится Ну Соответственно Частоты Аллели Смещаются Эффективно В сторону Так сказать Преобладания Аллели Которые Способствуют Пониженным Шансам На успех Пониженным Умственным Способностям И так Далее Спасибо Всем Добрый день Спасибо За лекцию У меня вопрос Немного Непутильный Я сейчас В таком возрасте Когда очень важна Любая профессия И поэтому Я попросила Описать Вашу профессию Как У меня пришли Какие плюсы И минусы Чем Вы занимаетесь Ой Ну это Долгая песня Знаете Ну Сначала Ну меня Биология С раннего Детства Привлекала Поэтому я Ну Поступил на Биофак Пошел на Кафетр Зоологии Беспозвоночных Эволюционные Вопросы Меня Все сильнее Привлекали Там В зоологии Беспозвоночных Масса Интереснейших Эволюционных Вопросов Потом Ну Жизнь Это просто Так Сложилось Что Я Оказался Не в Зоологии А в Палеонтологии В Аспирантоле Палеонтологического Института Занимался Морскими Ежами Но Я Занимался Современными Ископами Морскими Ежами Эволюции Вот То есть Сначала Я был Таким Узким Специалистом По Одной Группе Животных По Некоторым Семействам Морских Ежей А Потом Как-то Постепенно Стал расширять Сферу Своих Интересов Пытался Анализировать Тогда Как раз Было Время Когда Создавались Первые Большие Базы Данных По Палеонтологии Которые Позволяли Анализировать Количественные Закономерности Макроэволюции Ну Прежде всего Морских Животных Морской Фауны Фанерозовой Динамик Разнообразия Массовое Вымирание Причины И факторы Роста Снижения Разнообразия И так далее Этим Я занимался Довольно Долго Потом В конце Девяностых Как-то Совсем Стало Хреновенько У нас В науке Денег Практически Не платили Жить Было Не на что У нас Все-таки Трое Детей Уже Было К тому Времени Я Какое-то Время Даже Подался Однокурсница Которая Уехала В Америку Организовала В общем В итоге Достаточно Успешно Такую Стартап Информатическую Компанию Которые Ну Это был Бизнес Но я Не участвовал В этом Бизнесе Я Был Директором Московской Группы Которая Делала Собственно Продукт База Данных По Биохимическим Путям По Генам Человека Тысячу Генам Человека Был Непрочтен В том Момент Два Года Этим Занимался Это Расширило Кругозор Потом Я Сбежал Оттуда Потому Что Понял Что Это Все Так Не Мое Что Я Все Так Хочу Заниматься Наукой Вот И Я Продолжил Какие-то Да Я Тогда Начал Понемножку Заниматься Где-то С 2003 Года Я Начал Заниматься Популяризацией Науки И Оказалось Что Это Достаточно Интересно И Неплохо У меня Получается Потом Книжки Стал писать Научно Популярная Наука Я Не бросал При этом А с 2014 Года Меня Пригласили Заведовать Кафедрой Биологической Эволюции На биологическом Вкульте Тингу Вот Чем я Занимаюсь Уже Значит Соответственно Седьмой Год Соответственно Теперь у меня Курсы Лекции Студенты Аспиранты Вот Это Суета Руководство Кафедры Все Учебные Заботы Занимают Большую часть Времени Но Иногда Удаётся Выкрыть Особенно В январе В июне И в сентябре Вот Есть три месяца Когда удаётся Выкрыть Немножко Времени На научные Исследования А также На написание Новых Научно-популярных Книжек Вот Описался Трудовой География В двух словах У вас Есть Уже Своё Открытие Ну То есть Вы Занимаетесь Больше Так Скажем Преподавательской Деятельностью И Копуляризацией Науки Или Всё-таки Открытие Николаевичем Соловьевым Моим Учителем Так что Так что Можно сказать Я писал Подотряд Морских Морских Ежей Спасибо А то Открытие Которое Меня Сейчас Больше Всего Интересует Я уже Рассказал Это Вот Идея Связанная С Культурным Драйвом Драйвом Философы Физики Астрономы Как правило Успешно Их Игнорируют А Как Биология Вы Чувствуете Что Вам Необходима Философская Поддержка Вот Вы На Перепуте И Не Знаете Куда Дальше Двигаться И Находите Луч Света В Трудах Философ Или На Кандидатском Экзамене Все Время Философии Закончилось Ну Честно Сказать Если То Да На Кандидатском Экзамене Все Закончилось Я В Философии Ничего Не Понимаю И Не знаю Каким Боком Она Может Помочь Но Мне Приходилось Пару Раз Делать Доклады Про Биологию Про Эволюцию На Философском Факультете Я Там Немножко Общался С Людьми Оттуда Не Знаю У Меня Был Один Знакомый Биолог Биофизик Который Очень Интересовался Философией Он Говорил Я Пока Не Могу Разобраться Но Все Говорят Что Философия Важная Наука Я Думаю Что Если Я Разберусь Философией То Я Смогу Более Правильно Думать О Философии Там Анти Множились Он Все Это Читал Читал Это Продолжалось Несколько Лет Потом Он Все Это Взяла Выкинул На Помойку Сказавшим Нет Знаешь Это Фигня Ничего Это Не Человек Освоил Огонь Я К тому Что Не Сказано Это С Вымиранием Тоже Крупных Хищников Мегапаула Ну Может Может И Связано То С Помощью Огня Могли Отгонять Какими Горячими Ветками Но Прямых Хищников От Добычи Прямых Подтверждений Этому Нет Но Что Касается Когда Освоили Огонь То Точно Совершенно Это Было Сделано На Стадии Homo Erectus И Не Позднее Чем Миллион Лет Назад А Возможно И Полтора Миллиона Лет Назад В общем Диапазон Неопределенности От Миллиона До Полутора Как раз В это Время Происходило Быстрое Сокращение Разнообразия Крупных Хищников В Африке Да Вот Точно Есть Следы Контролируемого Использования Огня Возрастом Миллион Лет В одной Пещере В Южной Африке Недавно Описаны И Есть Чуть Чуть Более Сомнительные Следы Использования Огня Возрастом До Полутора С хвостиком Миллионов Лет Тоже Все Африка Так что Это Не исключено Но Не доказано Скажем Так Спасибо Здравствуйте У меня Вопрос Не совсем По теме Лекции Скорее Этого Фантастического Толка Недавно Ознакомился С вашей Позицией По продлению Лесового Изменения Климата И вот Допустим Что мы Как человечество Научились Контролировать Концентрацию Бронникового Газа В тот Несмере И Соответственно Ушили Вся Эксперт Быстром Вдеплении И Перед нами Может Встать Такой Вопрос Что Вглобай На плане В сфере Развития Продержания Веосферы Планеты Мы можем Начать Постепенно Медленное Нагревание Чтобы Увеличить Площадь Поверхности Которая Благоприятна Для Развития Перроды Или Нам Стоит Ну Текущий Климат Текущий 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 Я Не все Понял Вашем Вопросе Но Я Сейчас Попробую Сформулировать Свою Позицию Вы Сказали Что Вы Ознакомились С моей Позицией Какая у меня Я не Климатолог Нет у меня Никакой Позиции Но Значит То Что Сейчас Происходит Быстрое Изменение Климата Это Я считаю Фат Доказанный Действительно Теплеет В последние Десятилетия И действительно Практически Наверняка Можно сказать Что это Из-за нас Что это Из-за Выбросов Парниковых Газов И это Происходит Очень быстро И это Идет Неконтролируемый Процесс Очень быстрых Изменений И Это Само По себе Не очень Хорошо Потому что Мы Не можем Это Остановить Даже Если Захотим Мы Не можем Остановить Эти Выбросы И поэтому То Что Вот Такая Сейчас Буча Поднятая Вопли Климатическом Апокалипсисе Это Может быть Не всегда Так сказать Научно Обоснованно Такие Разговоры О катастрофе Вот о катастрофе Все умрем Может и не все Но Но это Действительно Не хорошая Ситуация Когда такие Быстрые Климатические Изменения Вызываются В деятельности Человека И черт его знает Когда мы сможем Это вообще Затормозить Поэтому Это правильно Сейчас Меры Какие-то Принимаются Во всем мире Для сокращения Выбросов СО2 Это правильно Это необходимо Но это Это Короткосрочная Наша задача Сейчас Надо с этим Справиться Потому что Действительно Нельзя разогревать Вот так Бесконтрольную Планету В такой Дикой Скорости Черт То Вы Знаете Насколько Сильно Мы ее Разогреем Ну Там Можно Посмотреть Вся Какие Оценки И так Далее Вот То есть Это Я все Целиком Поддерживаю Эти меры Но если Посмотреть На далекую Перспективу Допустим Человечество Разовьет Свою науку До такой Степени Что Мы Сможем Уже Аккуратно Контролировать Климат И Сможем Сделать Таким Каким Захотим Аккуратненько Там Без побочных Последствий Хорошо Подготовившись И вот Мы будем Тогда Выбирать Какой Мы хотим Сделать Оптимальный Климат На нашей Планете На которой Мы будем Жить Какой Вот Этот Оптимальный Климат Я Практически Уверен Что Конечно Не тот Который Сейчас Извините Но Жить В Криоэру В Хладрыгу В Чертую Это Та еще Радость То есть Вот Это Позднеко Инозойское Похолодание Когда Мало того Что У нас Целый Континент Покрыт Километрами Льда Был Зеленый Нормальный Континент Антарктида Там Динозавры Ходили Млекопитающие Утральные Нормальный Живой Континент Был Хоть и На полюсе В Арктике Тоже Деревья Росли И динозавры Гуляли По Аляске И В Тропиках Не было Так Жарко И Пустынь Было Меньше Ну В Мезозое И В Первой Половине Конозое Ну Объективно Для геосферы Гораздо Лучше Был Климат Другое Дело Что Мы Не можем К нему Аккуратненько Без Потерь Перейти Поэтому Сейчас Нет Об этом Речи Это На далекое Будущее Когда Мы Будем Иметь Такую Науку Которая Позволяет Аккуратно Модифицировать Климат Планеты Оптимальным Для нас Образом Когда-нибудь Если Развитие Науки Продолжится Через Тысячу Лет Через Десять Тысяч Лет Мы К этому Придем А Сейчас Наша Задача Сохранить Межледниковье Маленькое Климат Которому Привыкла Цивилизация И Чтобы Он Сильно Не Колбасило Пока Мы Не Умеем Им Управлять Нормально Задача Вот Остановить Это Безобразие Которое Сейчас Начало Происходить Из-за Того Что Мы Нафигачили Атмосферу Столько ЦО2 Сколько Там Не Было Уже Много Миллионов Лет Вот Как-то Так Спасибо У меня Два Корот Конкретных Вопрос Первый Код Трансгенных Обезьяна Скажите Внедрение Гена Происходит На ранних Этапах Дробления Зиготы Или Уже В стволовых Клетках Какой-то Ткани Или Это Словно Сказать Не Совсем Ой Честно Говоря Нет Я Просто Я Читал Эту Статью Разбирался Но Что-то У меня Вылетело С головы Не Ну Я Думаю На Уровне Ой Когда же Они Это Внедряли На Какой Стадии На Очень Ранних Каких-то На Стадии Зиготы Короче Забыл Я Забыл Еще Один Вопрос Давно Мучер Почему ДНК Имеет Способность Так Длительно Сохраняться Сегодня Мы уже Сказали Что Некоторые Белки Коллагена В частности Тоже Способны К этому А вот Именно ДНК Ведь Там Те же Химические Элементы Те же Химические Связи Коварентные Водородные А что В ней Такое Особенно Что Она Может Сотни Тысяч Лет Сохранять Свою Целостность Как Ну В общем-то Не только ДНК Но и Другие Органические Молекулы Простые Сложные В подходящих Условиях Могут Очень долго Сохраняться Просто Думали Что ДНК Так долго Не может А вот Оказывается Иногда Может Это все Конечно Очень зависит От микроусловий То есть Когда Впервые Например Обнаружилось Что Какие-то Белки Коллагены Могут Сохраняться В древних Костях Были попытки Разработать Метод Датировки Древних Костей Но Если бы Темп Разрушения Коллагена Был Постоянным То По количеству Оставшегося Коллагена Можно было бы Оценить Возраст Кости Но Оказалось Что Это Абсолютно Не работает Потому Что Даже В одном И том Местонахождении Одновозрастной Кости Здесь много Сохранилось Здесь мало Сохранилось Почему Никто Не знает Где-то Было Чуть Влажнее Где-то Чуть Суше И Вот Это Все Варьирует Но Мы знаем Что В некоторых Обстановках Органика Может сохраняться Достаточно Сложная Не только Тысячи Сотни Тысяч А миллионы Сотни Миллионов Лет Потому Что Сейчас Работают С органикой Которая Сохранилась Например В докембрийских Даже Породах Вот Тоже Была В прошлом Году Уже Позапрошлым Пара работ По идентификации Под Органики Которая Сохранилась Пятьсот Пятьдесят И более Миллионов Лет В Диакарских Ископаемых Билдин Или Формис Оказался Цианобактерий И Было Доказано Что Дикенсони Ну И Соответственно Другие Про Артикуляты Вот Эти Загадочные Венские Организмы Что Они Все-таки Животные Это Определили По Остаткам Молекул Ну Каких-то Там Стиролов Холестерола Вот Такие Вещи Тоже Сохраняется Очень Долго Ну Просто Вот Да Я не знаю С химической Точки Зрения Как Это Объяснить Но Факт Такой Что Не Вся Органика Разлагается РНК Сохраняется Хуже Или Просто Меньшую Значимость Имеет Нет РНК В принципе Сохраняется Хуже Я Даже Думал До Самого Недавнего Времени Что Из Археологических Каких-то Костей РНК Извлекать Это Немыслимо Но Оказалось Что Таким Мыслимо Что Иногда Даже РНК Чуть Сохраняется Но Она Просто Менее Устойчива Как все Биологи Знают Быстрее Разрушается РНК Чем ДНК Ну По ряду Причин Чисто Химических Но Бывает Что Даже РНК Сохраняется Спасибо Завершающие Четыре Вопроса Здравствуйте Александр Очень Понравилась Ваша Книга Перспектива Отбора Там Хорошо Разбит Одна Глава На исследование И У меня Традиционный Вопрос Довольно Провокационный Есть Из Всех Ваших Книг Вы Описываете Научные Открытия А Произошли За последнее Время Какие-то Научные Закрытия То есть Исследования Которые Вы Опровергали Исследования Описанные Ваши Григо А А Именно Которые Описаны В книгах Ну Или просто Очень яркие Которые Вам нравятся Ну Вот Скажем Так Один Пример Я могу Привести Я Не Помню Вошло Ли Это В книгу Скорее Толстая Такая С Еленой Наймарк Эволюция Классические Идеи В свете Новых Открытий Там Есть Глава Про Ледообразование И там Есть Ну Скорее Всего Есть История Про То Как Репродуктивная Изоляция У Ну Ну Вот Это Довольно Старая Фиговина Что Дрозофил Если Посадить На разные Диеты То За Несколько Поколений Возникает Репродуктивная Изоляция То есть Намечается Разделение На два Вида Просто Потому Что Эти мухи Питались Одним А эти Мухи Питались Другим Это Был Очень Яркий Результат Несколькими Исследователями Показаны Потом Было Показано Что Это Вроде Как Зависит От Микробиоты Что От От Выбор Брачного Партнера И Если Там Определенная Бактерия Сидит Вактобацилли С Плантаром То Муха Предпочитает Спариваться С мухами У которых Кишечники Тоже Много Этой же Самой Бактерии Достаточно Сенсационный Результат В очень Серьезном Журнале Был Опубликован Собственно Он Вдохновил Меня На то Чтобы На кафедре Нашей Затеять Эволюционный Эксперимент На дрозофилах Мы посадили Мух на разные диеты И ждали Что у нас То же самое Будет То есть Наметится Разделение На два вида В ходе Адаптации К разным Диетам И мы Потом Будем Детально Изучать На чем Основаны Эти механизмы Изоляции Действительно Или там Микро Выиграет Какую-то Роли Все У нас Это Не Воспроизвелось Точнее Говоря У нас Формально Это Воспроизвелось Но Дополнительные Тесты Показали Что Объяснение Там Совсем Другое Более Простое Менее Интересное Этим Результатом И мы Это Опубликовали В журнале Journal of Evolution Rebiology Но Еще До Нас Успели Опубликовать Опроверж Неудачную Попытку Репликации Этих Результатов Там Группа Товарищей В ПНАСе Они Попытались Воспроизвести Эти результаты На Больших Выборках Большим Числом Вариантов Очень Старались И у них Не Воспроизвелось Вот это Кризис Воспроизводимости Похоже Что Этого Результата На самом Деле Нет И Адаптация К разным Диетам К быстрой Реподруктивной Изоляции Не Приводит А там Другой Получается Там просто Линии Вырабатывают Различия По Одни Короче Одни Мухи Которые Жили На этой Диете Они Более Сильные Здоровые И микрофлора Может быть У них Более Способствующая Хорошему Здоровью Они Просто Более Энергичные Более Привлекательные А в другой Линии Мухи Более Слабые Менее Привлекательные Как Половые Партнеры И когда Делают Тест С множественным Выбором Например Четверка Самет Самка Из одной Линии Самет Самка Из другой Линии Вот Действительно Мы Увидим Что Свои Преимущественно Со своими Будут Скрещиваться Положительная Ассортативность Рождение Новых Видов А на самом Деле Дело Не в том Что они Выбирают Похожих На себя Мух Чьи Предки Жили На таком Корме Что и Мои Предки А просто Более Сильные Мухи Более Привлекательные Мухи Находят Быстрее Друг Друга Испариваются А у Других Слабых Мух Не остается Выбора Возникает Иллюзия Положительной Ассортативности Скрещивания Вот именно В таком Типе Тестов А если Тест по-другому Поставить Например Конкурентные Тесты Тройки Один Самец И две Самки За него Конкурируют Или наоборот Одна Самка Два Самца То там Становится Ясно Что это Не выбор Похожих На себя Не положительное Ассортативное Скрещивание А это Просто Конкурентное Преимущество Более Хотя Мне очень Нравился Этот Результат Он Был Очень Интригующий И вдохновляющий Спасибо Спасибо Большое За вашу Лекцию Было Очень Сложно Но Очень Интересно Вот У меня Возник Только Немножко Может Дурацкий Вопрос Эволюция Человека Привелась Начально К тому Что Вымер Лечь В Субъект 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 Зубы Кошки А Сейчас Уже Планета Находится На грани Экологической Все это Эволюция Человека И может Эволюция Запланировала Себя Так Что Привая К декоратации Человека Вымер И Она Начнется Заново Зато Спасется С планеты Может Это Запланировано Ну Наша Наука Утверждает Что В эволюции Нет Дара Предвидения Никто Ее не Планирует Что Это Стихийно Природный Процесс У которого Нет Целей Который Который К чему Не Стремится А просто Идет В силу Естественных Законов То есть Современные Науки Естественные Отвергают С порога Телеологию То есть Просто Как аксиома Принимается Что Стремление К какой-то Заранее Намеченной Цели Не может Объяснять Природных Процессов Ну Если Конечно Речь Не идет О поведении Разумных Существ Которые Да Могут Придумать Себе Цель И К ней Стремиться А эволюция Не такой Процесс Это Естественно Природный Процесс Цели Не имеющие Ничего Заранее Не намечающие Просто Идет Как идет Так что Биология Не приемлет Такой Подход Как вы Описали Спасибо Значит Как Получится Как Получится Здравствуйте Скажите Пожалуйста Про Британских Ученых Говорили Что Сейчас Эволюционная Боже Не идет В пользу Развития Способности Человека И Вы Отметили Что Нам надо Брать Нам Ученых Видим Все Человечество В будущем Брать Это Под свой Контроль То есть Это Я так Понимаю Уже Искусственный Отбор Производить Не сведется Ли это На генетическом Уровне К реинкарнации Науки Евгении Когда Люди Заключат Заключать Браки С определенными Людьми Вот Как Сопрести Вот этот Конфликт Между Свободой Воли Человека И Развитием Человечества В целом Это Первый Если Позволите Второй Очень Короткий Насколько Я понимаю Ричард Токинс Идея Его Что Единицы Вида Человека Ну Вида Живого Можно Назвать Не Человека К примеру А ген А человек Рассматривает Человек Рассматривает Как Ассоциацию Генов И Биологические Скофандр Вот просто Ваше Отношение Человека Супружеским Парам Скажем Делать генетический Анализ И Выдавать им Вероятности Того Что у них У детей Будут Какие-то Проблемы Да И Они Уже Будут Сами Решать Стоит С такими Проблемами Стоит Ли Найти На Эти Риски Там Что-то Такое Или Вот Например Как Можно Победить Отбор Против Людей Которые Думают О карьере Получают Образование Откладывают Рождение Ребенка То есть Заводят Первого Ребенка Не Восемнадцать Лет А В двадцать Восемь А если Вы заводите Первого Погодите С рождением Ребенка В эту Самость Как только У вас В голове Появляется Эта мысль Вы знаете Что ваша Дарыновская Приспособность Сделала Вот так Бух И шансы Ваших генов Попасть В следующее Поколение Обрушились Вот Как с этим Можно Побороться Ну вот Исламское Исследование Семнадцатого Года Оно Показывает Как бы То есть Можно Из него Сделать Такой Вывод Что Есть Достаточно Простые Вещи Замораживание Гомет Люди Которые Делают Карьеру Пропускают Свой Репродуктивный Возраст Они бы И хотели Они даже После Тридцати Лет По рождаемости Они обгоняют Немножко Людей Там С низкой Генетической Предрасположенности К получению Образования Там было Про генообразование Это работа После тридцати Лет Они даже Немножко Обгоняют По рождаемости Но просто Поздно Поезд Уже ушел Самый Фертильный Период Пропущен Если бы Они замораживали Гометы Они бы Могли В 30 В 40 В 50 В 60 Даже лет Заводить Детей И может быть Тогда Этот отбор Вот просто Хорошая Надежная Технология Замораживания Гомет Позволила бы Рожать нормальных Детей В более Позднем Возрасте И просто Появление На рынке Такой Возможности Могло бы Ослабить Или даже Вовсе Прекратить Этот отрицательный Отбор Против Более Гуманные Методы Противодействия Чем Устраивать Естественно Отбор Людей Геноцентрический Подход К эволюции Это Не одна Такая Маленькая Идейка Это Глобальная Парадигма Какие-то Громкие Слова Здесь Нужны Это В принципе Способ Позиция С которой Мы смотрим На эволюцию Она Стала Развиваться В общем Незадолго До появления Этой книги Докинза Где-то В 60-х Конце 60-х Годов Это Была Книга Джорджа Уильямса Эволюция Естественно Отбор Где Вот Этот Взгляд Впервые Так Всерьез И Критика Группового Отбора Развивалась Потом Докинз В 70-е Годы Своя книга Эгоистичный Ген Очень сильно Поднял Рейтинг Популярность Этой идеи Постепенно Она Обладевала Умами Было сопротивление Но сейчас Она в общем Доминирует Это очень Плодотворный Подход Геноцентрический Взгляд На эволюцию Он конечно Модифицируется Со временем Уточняется То есть Во многих отношениях Полезно И продуктивно Действительно Рассматривать Эволюцию На уровне Гена А не Индивидов Организмов Потому что Действительно Бывают случаи Когда эволюция Идет на благо Гена А не на благо Даже организма Бывают Такие ситуации Довольно редкие Но бывают Все же То есть Ген Только дай возможность Он покажет Свой эгоизм Даже против Организма Может пойти Но обычно Они этого не могут Потому что Они связаны Одной цепью Они могут размножаться Только все вместе Это заставляет Их кооперироваться Вот То есть Вот этот Геноцентрический Взгляд на эволюцию Он Получил в итоге Сильную поддержку Он принес Очень много результатов Он продолжает Развиваться Хотя Вот не стоит Ничего не стоит Абсолютизировать И этот Геноцентрический Подход Тоже не стоит Абсолютизировать Например Отрицание Группового отбора Которое было Свойственно Ранним сторонникам Этой идеи Начиная С Джорджа Уильямса И Ричарда Докинза Сейчас Он несколько Реабилитирован Групповый отбор И в общем Ясно Что Иногда В некоторых Особых ситуациях Групповый отбор Тоже может работать И способствовать Развитию Каких-то Вещей На благо Группы Но это Некоторые Специфические Ситуации Ну в общем Как-то так То есть Это целая Это не какая-то Это целая эпоха В развитии Эволюционной биологии Которая не закончена Спасибо У меня вопрос По поводу Размера мозга И интеллекта У некоторых животных К примеру У тех же слонов Самый большой мозг Среди сухой Самый большой Относительной массой Тел Насколько сильно Влияет Размер мозга Абсолютный Или относительный Для интеллекта Ну К разным Животным Нужны разные Подходы У кого-то Так У кого-то Сяк Значит Что касается Приматов Которые У нас конечно Больше всего Значит Иногда Просто Если мы берем Абсолютный Размер мозга Ну получится глупость Если мы сравниваем Муравья с синим китом То сравнивать По абсолютному Размеру мозга Не очень хорошо Лучше относительно Брать Ну понятно Что у синего кита Мозг огромный Во многом Потому что он сам Очень огромный Ему нужно много нейронов Чтобы контролировать Много там Всяких мышечных клеток Например Вот Но если мы сравниваем Между собой Животных Более-менее Одного размерного Класса То Порой Вполне достаточно И просто Абсолютный Размер мозга Смотреть Что касается Приматов Которые нас Больше всего Интересуют То Я видел Статьи Хорошие Такие Убедительные Коллег За чьими Работами Я слежу Который тоже Занимается Эволюцией мозга И вот этим Культурным Драйвом И короче Что получается Что если Брать Приматов То Можно брать Относительно Размера мозга Можно брать Абсолютно Размера мозга Коэффициент Энцефализации Результаты Получаются Более-менее Одинаковые То есть Для приматов Это в общем-то Один черт Можете Абсолютно Размер мозга Смотреть Как он Коррелирует С социальностью С социальным Обучением С количеством Культурных Культурных Традиций С размером Группы Или Относительно Размер Мозглаза Результаты Будут Более-менее Одни и Те же Чем больше Мозг Тем Сложнее Поведение И лучше Когнитивная Способность Не важно Относительно Абсолютно Приматов Это Более-менее Одинаково Получается Вот так Спасибо большое За Очень интересную Лекцию И Очень конкретный Вопрос Существуют ли В настоящее время Работы Для Преодоления Высоковероятностной Наследственной Патологии Путем Аккуратной Коррекции Ну предположим Оба родителя Являются Носителями Определенного Гена Который Приведет Ну Заболевание Аккуратно Рецессивное Оно проявится Если Оба родителя Имеют этот Ген Чтобы Потомство Не имело Этого Вероятного Или Удел их ЭКО Ну так вот ЭКО Это Хороший Путь А что Вам нужно Еще Вот Делайте Несколько Получаете Несколько Зигот И Отбираете Потом Как Тех Ну почему Только Ну можно Криспром Отредактировать Если Вам Не нравится ЭКО Но на данный момент ЭКО Как-то Понадежнее Не будет В будущем В будущем В ближайшем Вполне Могут Быть Разработаны Достаточно Безопасные Технологии Редактирования При помощи Криспра Только Я не вижу Чем это Будет Все равно Лучше Чем ЭКО И Отбор Марионов Сейчас Китайские Ученые Как известно Отредактировали Геномы Двух Значит Девочек Чтобы Сломать Им ген Который Если его сломать То вероятность Заболеть СПИДом Значит Снижается Но это известная история Но только Даже в Китае За это На три года В тюрьму Посадили Нет Спасибо большое Ахам